Добрый день, меня зовут Семенов Александр. Тема нашего сегодняшнего вебинара – опыт работы дневного мотивационного стационара «Воскресенье». Собственно говоря, руководителем этого дневного стационара я и являюсь. Дневной стационар «Воскресенье» входит в сеть противонаркотических реабилитационных центров в Санкт-Петербургской митрополии. Вы, наверное, знаете головное учреждение – это реабилитационный центр «Саперная». Также у нас есть еще два учреждения загородных – это Красноармейская, тоже мужской центр, и Торфяной женский. Дневной стационар является первым и заключительным звеном цепи реабилитации наркозависимого. Мы с вами сегодня в первую очередь поговорим именно о мотивационном этапе. Ну, а в зависимости от того, сколько у нас останется времени, может быть, коснемся и работы с созависимыми, это тоже происходит именно у нас в дневном стационаре, и постреабилитации, и ресоциализации. Для нашего вебинара я буду использовать материалы, многие из которых размещены на нашем сайте «Саперная.ру» в разделе «Дневной стационар. Документы». Вот, в частности, учебно-методической программы, правда, сейчас там нету, она проходит у нас ревизию, и через некоторое время она опять там будет. Это, наверное, центральная и наиболее интересная часть для наших коллег, как мне кажется, потому что можно ее скачать, посмотреть, и в целом понять, что, собственно говоря, мы делаем. Ну, хотя живое общение, заменить этого, конечно, ничего не может. В данном случае у нас с вами что-то промежуточное, да, между тем, что вы читаете документы, мы общаемся с вами непосредственно. Это вот именно вебинар, пока, может быть, кто-то подходит, кто-то готовится, включается. Пользуясь случаем, хочу вам вот что сообщить. Вот мой непосредственно руководитель, протерей Сергий Бельков, руководитель всей нашей программы, благословил меня передать уважаемым коллегам, что если по итогам вебинара у кого-то возникнет желание приехать к нам непосредственно, допустим, и саперные посетить, и другие загородные центры, и дневной стационар, или, может быть, только дневной стационар, то, пожалуйста, мы вас ждем. Ну, единственное, что, конечно, нужно заранее согласовывать дату такого визита, время пребывания. Но мы такое действительно практикуем. Ну, как правило, это получается двухдневная поездка. Первый день мы проводим в дневном стационаре где-то до середины дня, потом выезжаем в саперные, там у нас есть возможность разместить наших гостей. Ну, правда, конечно, если это очень большая группа, очень большая, я имею в виду, допустим, больше, чем 10 человек, то это, в принципе, тоже возможно, но надо просто заранее согласовывать именно такое количество. Ну вот, мы возвращаемся к тому, о чем сегодня будем говорить. Я буду использовать, как я уже говорил, как материалы, которые размещены у нас на сайте дневного стационара в разделе документы, так и новейшие исследования, которые сейчас готовятся к публикации, которые у нас будут в разделе статьи и доклады. Вот о чем мы сегодня с вами поговорим. Ну, сначала я скажу несколько общих слов, можно условно назвать это введением, а потом будут две части. Я буду описывать мотивационный этап пошагово, что и как происходит на нем. В это будут входить такие пункты, как первичные контакты, консультирование, поступление в программу дневного стационара и формализация отношений. Это второй будет пункт. Третий – вхождение зависимого в реабилитационный процесс. Четвертый – завершение мотивационного этапа и переход на основной этап реабилитации. Вот это будет, если так можно выразиться, первая глава. Она, как уже, наверное, понятно, стала практическая, то есть о том, как происходит все непосредственно. Вторая глава будет подробно рассказывать о нашей учебно-методической программе. Это будет четыре раздела, общие сведения о программе. А потом, так как программа наша учебно-методическая состоит из трех блоков, о каждом из блоков я расскажу отдельно. Это духовный блок, психологический блок и культурологический блок. Ну, а потом мы с вами сделаем какие-то выводы. И если у вас возникнут вопросы, то я попробую на них ответить. Ну, вот в самом начале, наверное, что надо сказать. Большинство коллег, по всей видимости, понимает актуальность проблемы, актуальность проблемы борьбы с наркоманией, имею в виду. По различным исследованиям, статистические данные, у нас разнятся от 2,5 миллионов граждан Российской Федерации, вовлеченных в употребление, до 8. Ну, вот цифры очень разные, потому что, конечно, точные статистики, прям вот точные-точные, иметь на самом деле невозможно. Но обе эти цифры, они имеют право на существование. Так как даже если мы предположим, что все-таки минимальная часть, да, это 2,5 миллиона, то все мы с вами прекрасно знаем, что в этот процесс пагубный, как правило, вовлечена еще и семья зависимого, я имею в виду не употребление, а вот эта вот жизнь. И получится, что если на каждого человека еще 2-3 человека, то это как раз и будут, собственно говоря, искомые 8 миллионов. Ну, понятно, что, исходя из того, что с точки зрения церковной антропологии и аскетики зависимость это греховное или, скорее, даже страстное состояние человеческой души, то церковь оставаться в стороне решения этой проблемы, ну, просто не может. Ну, практически опыт показывает, что сначала человек пытается справиться с помощью медицины, только медицинскими средствами, может быть, еще иногда какими-то, скажем, даже оккультными, к сожалению, практиками, когда ищут всякие заговоры, приговоры и так далее. А в конечном счете все равно человек приходит в церковь, ну, странно, что в конечном, да, хотелось бы, чтобы человек приходил сразу, но вот уже когда совсем никуда идти, никому нету веры. И, кстати, вот это интересный момент получается, что, несмотря на не совсем такой лояльный информационный фон в средствах массовой информации к церкви, все-таки доверие у людей есть. И когда у них встает вопрос серьезной проблемы, такой, как наркозависимый, то они думают уже не о том, правда или неправда, то, что пишут, значит, на сайтах, в газетах и прочее. Они просто идут непосредственно в церковь, да, ищут батюшку и говорят, помоги. Ну, наверное, вот тут я коснулся чуть-чуть антропологии. Разницы между грехом и страстью мы определять не будем, в задачи наши не входят. Ну, я думаю, что вы все знаете. По данным Координационного центра отдела церковной благотворительности и социального служения, у нас в Российской Федерации действует, вот я, насколько помню, по последнему докладу, около 60 или 70 различных реабилитационных центров. Понятно, что базовыми ценностями таких центров являются церковные таинства, в частности, исповедь, причастие, а базовой практикой является пребывание в загородном реабилитационном центре, ну, в той или иной степени приближенной к монастырскому типу. Ну, что такое монастырский тип? Мы с вами понимаем, да, что это режим дня определенный, ну, регламентированный, иначе говоря, трудовые послушания и духовная жизнь, в которую входит, опять-таки, молитва келейная, соборная и участие в церковных таинствах. Однако еще вчерашний наркозависимый испытывает очень серьезные трудности в процессе погружения в такой новый для него образ жизни, даже можно сказать, вот здесь вот образ бытия. Надо сказать, что и община по поступлению нового, еще вчера употреблявшего наркотики брата или сестры, также испытывает существенный искус. Эти факторы зачастую служат причиной того, что либо новый подопечный не удерживается в реабилитационном центре, либо даже, может быть, увлекает кого-то за собой из неокрепших братьев или сестер. Вот для того, чтобы решить вышеуказанную проблему и повысить процент закрепления в загородной реабилитационной программе, которая обычно является основным этапом, и существует относительно новый для отечественной церковной реабилитации этап – мотивационный. Существует решение для наилучшей реализации задач мотивационного этапа – это организация дневного мотивационного стационара. Как правило, такой стационар организуется в ближайшем крупном городе к реабилитационному центру, либо областному центру. Что я хочу сказать. Наша структура реабилитационная в этом году уже работает 21 год. Конечно, мы не сразу пришли к пониманию того, что должен быть мотивационный этап, хотя первые работы в направлении амбулаторной практики у нас были уже в 1997 году. То есть через год или через полтора примерно вот так вот мы уже как-то для себя поняли, что это необходимо. Ну, правда, это было сначала один психолог, потом один психолог и священник. Вот это вот немножко по-разному менялась пропорция. В итоге мы в течение нескольких лет пришли к тому, что был создан дневной стационар на территории Александра Невской Лавры. Сейчас он находится в другом месте, сейчас он находится в Санкт-Петербурге, в храме Воскресения Христова, у Варшавского вокзала, храм так называется. Смысл работы дневного мотивационного стационара лежит в области, это я сейчас основную говорю, мотивации наркозависимого к принятию добровольного решения о долгосрочной реабилитации. О долгосрочной реабилитации в загородном центре. На этом же этапе осуществляется его воцерковление и катехизация. Такой этап может длиться, ну, у нас тоже это было по-разному, от нескольких недель до нескольких месяцев. Сейчас мы укрепились в понимании того, что наиболее оптимальный срок лежит вот примерно в такой области месяц или полтора пребывания в дневном стационаре. Надо сказать, что несмотря на то, что мотивационный этап является вводным в реабилитацию, значение его крайне важно. Так как успех реабилитации в целом зависит от полноты реабилитационной программы, она должна себя включать в три компонента, как на сегодняшний день принято считать. Это мотивация, основной этап и постреабилитация. Иногда первые мотивационные и последние реабилитационные делят еще на некие подэтапы. Но в сущности это ничего не меняет. Принципиально это получается введение, основной этап и, скажем так, заключение реабилитации, завершение. В наших современных реалиях далеко не каждая реабилитационная структура может позволить себе наличие всех трех этапов. И тому есть несколько причин. Понятно, что первое – административно-техническое, которое выражается в том, что, собственно говоря, откуда-то надо взять помещение, и кто-то там должен работать. То есть персонал. А вторая проблема является учебно-методической. И на наш взгляд тоже, несмотря на то, что у нас уже более 10 лет существует дневной стационар, программа развивается, мы сами подвергаем определенной ревизии, мы сами учимся у наших коллег, изучаем опыт тех, кто держит тоже в своих структурах такие центры мотивационные. И вот проблема существует такая. Отсутствуют учебно-методические пособия по организации функционирования дневных мотивационных стационаров. Как раз-таки такие пособия, которые включали бы в себя не только учебно-методический процесс, но и как вообще все это происходит пошагово. Вот, собственно говоря, поняв эту проблему, мы попытались создать некое исследование. Я уже говорил о том, что одно из наших новейших исследований и будет сегодня частично читаться мной, и буду к нему обращаться. Вот такая документация должна обязательно содержать в себе весь пакет документов, который необходим для функционирования дневного стационара. И, кстати говоря, вот наш текущий пакет документов, он у нас на сайте есть. На сайте sapernya.ru есть раздел «Дневной стационар», как я уже говорил, а там документы. И вот там можно увидеть практически все, с чем мы работаем. Какие мы заключаем договора с родителями, какие мы заключаем договора с зависимым, листок учета, расписание занятий, правила поведения в дневном стационаре. Все это крайне важно. Потому что, если вы процесс этот не опишите и не закрепите у себя в соответствующей документации, то вам будет достаточно трудно как с ребятами работать, так, собственно говоря, и с персоналом. Потому что каждый будет понимать что-то по-своему, а все-таки должен быть какой-то порядок. Ведь проблема-то сложная, и решать ее такими, знаете, любительскими методами, на наш взгляд, неправильно. Можно быть в стадии, скажем, любителя, когда мы развиваемся, но надо сразу же обращаться к какому-то практическому опыту, который есть, и его изучать, и в той или иной степени его воспринимать. И мы с вами сегодня, как я уже говорил в этих двух главах, посмотрим на практическую часть работы и на теоретическую. Начинаем мы с вами с практической работы мотивационного стационара. Будут рассказаны, скажем так, коммуникативные и дисциплинарные процессы во время пребывания молодого человека или девушки в нем практически поэтапно, начиная буквально с первого звонка. Самым распространенным видом первичного контакта, это для всех очевидно, является телефонный разговор зависимого или членов его семьи с консультантом дневного стационара. На первый взгляд кажется, что все понятно. Позвонили, спросили, мы рассказали, что делаем. Дальше человек теоретически, скорее всего, поехал к нам либо начал собираться ехать. Но дело все в том, что если выдавать в телефонном разговоре существенный блок информации о том, как мы работаем, то такой разговор займет в самом минимальном смысле значение 30 минут. И вот за эти 30 минут вы так много всего расскажете, что вы можете, собственно говоря, и перегрузить, и перепугать человека. А самое главное, что большей части он, скорее всего, и не поймет, потому что ведь кто, как правило, звонит, ну, в большинстве случаев, по крайней мере, к нам звонят матери зависимых, которые находятся в панике, в стрессе, в слезах и так далее. И зачастую уже в многолетней такой депрессии, безвыходности. Либо в редких случаях самозависимые. Ну, самозависимый может быть и не до конца в адекватном химическом состоянии, но, собственно говоря, и тоже не сможет воспринять. Поэтому вот наше мнение такое, что в телефонном разговоре нужно попытаться ограничиться тем, чтобы замотивировать на приезд в мотивационный центр. Ну, понятное дело, что мы находимся в Санкт-Петербурге, наш стационар, я имею в виду, и такой метод подходит только к части людей. Это жители Санкт-Петербурга и жители Ленинградской области. Конечно, если звонок идет из какого-то другого города, то тогда мы будем рассказывать более подробно, человек не поедет, не поняв, что и как в Санкт-Петербург. Но, тем не менее, надо понимать, что если вам кто-то звонит из того места, где вы находитесь, да, вот этого города какого-то или центра, то надо, в общем-то, постараться его просто пригласить на беседу. Следующий шаг, понятно, допустим, человек к нам пришел, либо не пришел. Но если не пришел, понятно, он это принял к сведению, может, ему это не понравилось, может, он будет думать, но здесь мы пока в каком-то смысле бессильны. А вот если он пришел, то на такое собеседование приглашается все-таки по возможности, если это звонили не родители, и зависимые, и его родственники. Это, в общем-то, бывает не только мамы, это бывают и супруги, в редких случаях это бывают братья и сестры, ну, или какие-то друзья. Вот первичную консультацию у нас, по крайней мере, да, осуществляет координатор дневного стационара. Координатор дневного стационара это такая должность, которая сочетает в себе функции, скажем, секретаря, ну, это просто, чтобы было понятнее, работа все-таки, она не совсем вот лежит в области секретарской, и диспетчера, и в то же самое время заучи, в каком-то смысле. Это именно тот человек, который координирует еще и педагогов. Ну, что значит координатор педагогов? Ну, заболел преподаватель по какому-то предмету. Он позвонил координатору, координатор сказал, хорошо, спасибо, мы вот сейчас найдем кого-то другого. Так вот, первичную консультацию осуществляет координатор дневного стационара. Эта консультация проходит в помещении дневного стационара в непосредственной близости к учебной аудитории и к кабинету руководителя. Опять же, в нашем случае, да? Ну, вот, почему такие вещи, как локализация в пространстве, в физическом, здесь тоже у нас отмечается? Ну, просто человеку крайне важно познакомиться поближе сразу со всеми процессами. И, конечно, когда координатор находится в одном помещении, разговаривает с ребятами, в соседнем помещении после разговора можно пройти, показать учебную аудиторию, в другом соседнем помещении находится руководитель, да? Для этого не требуются какие-то вот лишние напряжения. Ведь мы же понимаем с вами, что вот эта встреча для тех, кто к нам приходит, она все-таки содержит все стрессовые компоненты, особенно для зависимого, в первую очередь. Ну, они же не доверяют, да? Никому, вы же прекрасно понимаете все это, да? И нужно облегчить его, вот, процесс в этом смысле лояльности, первичного восприятия. Во время собеседования после знакомства координатор, рассказав сначала довольно сжато о программе реабилитации, которая у нас является трехкомпонентной, как мы уже говорили, восстанавливает для себя необходимый минимум информации о будущем подопечном. Ну, что это? Возраст, тип употребления веществ, стаж употребления веществ. В общем, это проходит как некая такая вот беседа с каким-то уточнением. В начале беседок, я уже говорил, крайне важно установить или хотя бы попытаться установить доверительную и дружелюбную атмосферу. Ну, это достигается разными способами. Дело все в том, что невозможно в данном случае выработать точную рекомендацию, да, потому что может быть совершенно по-разному, но все-таки координатор в данном случае должен быть и своего рода психологом, да, он должен как-то вот расположить человека, не торопить, а кому-то наоборот, может быть больше и быстрее выдавать какую-то информацию. Но здесь вот упирается в его, вот именно, скажем, психологические потенции, возможность устанавливать контакт. Но, скорее всего, если вы будете кого-то определять в координатора дневного стационара, то вы же не выберете такого буку, который будет сидеть нахмурившись, которого там слова не вытащишь, такой человек не сможет работать, это понятно. Вот, такая консультация в нашем случае имеет продолжительность до одного часа. Вот, как ни странно кажется, ну вот что такого, пришел человек, пришел человек и рассказал, да, вот он рассказал о том, как мы работаем, послушали его, и вроде бы можно уложиться там в четверть часа. Никогда так не получается, потому что надо рассказать, в общем-то, все, для того, чтобы рассказать все, нужно коснуться и программы, и дисциплины, и, скорее всего, невозможно ложиться в маленький лимит времени. Это нужно просто для себя иметь в виду, сразу, чтобы правильно планировать загрузку. Ну, что я имею в виду правильно планировать загрузку? Вам кто-то позвонил и говорит, ну, придем в 13.00, вы говорите, да, хорошо, кто-то позвонил и говорит, ну, хорошо, вы приходите в 13.15, вы так никогда не делаете, да, оставьте время с запасом, тем более, что тот, кого ждете первым, может вообще-то еще и опоздать. Результат вот этой консультации, собственно говоря, такой же, как у телефонового звонка. Либо человек принимает решение принять наши условия реабилитации, да, и тогда мы переходим с вами на следующий этап, на этап формализации отношений. Либо он говорит, ну, вот, знаете, ой, нет, а вот мы не знали, что это вот так, ну, к примеру, что нужно ходить у вас там с утра до вечера, мы думали, что можно ходить только по вечерам или раз в день, раз в неделю, к примеру, да, нам это не подходит. Ну, не подходит, значит, не подходит. Тем не менее, всякий человек, который к вам пришел, побеседовал с вами, узнал, но сказал, что он пока не готов, по возможности старайтесь сконструировать вашу беседу так, чтобы у вас остались его контакты. Потому что зачастую бывает так, что человек, может быть, уже и хочет, а ему неудобно, да. А вы можете ему там через какое-то время, не надо через день, через два, вот недели, через две, например, позвонить и поинтересоваться. А вот, а как ваши дела? Что-то у вас получилось или не получилось с вашим ребенком? Ну, или это, если непосредственно был зависимый, то обратитесь к нему, да, с таким же вопросом. Итак, вот мы теперь дальше поговорим о формализации взаимоотношений в поступление на дневной стационар. В нашу программу принимаются лица обоих полов, и женщины, и мужчины, от 18 до 40 лет в среднем. Вот почему мы не принимаем несовершеннолетних, потому что это совершенно невозможно реализовать в соответствии с законодательством. Это первое. Почему мы стараемся не слишком заходить за предел 40 лет, хотя мы все время говорим о том, что у нас такой предел, мы все время берем кому-нибудь, кому 42, или 43, или там иногда даже 45. Дело все в том, что вот работа с человеком, который уже, ну вот так вот назовем, пускай даже не слишком, не больше 40, да, а около 50, она крайне сложна, и по сути она является абсолютно индивидуальной. То есть вот для такого человека, наверное, нужно найти какого-то попечителя, опытного духовника, скорее всего, в монастыре, и уезжать туда, скорее всего, на несколько лет. Потому что, конечно, если человек 50 лет, и он из этих 50, например, больше 30 употреблял, крайне сложно работать. Кроме всего прочего, вот в нашем случае основной контингент у нас в среднем это ребята 25-35, ну и, конечно, надо понимать, что разным поколениям находиться не очень комфортно вместе, да, если кто-то кому-то годится, скажем, сыновья или папы, это тоже может несколько усложнять процесс. Ну и потом, честно говоря, не так много и обращаются в людей, все-таки в среднем, конечно, это молодежь. Немножко до 30, и немножко от 30. Ну, преимущественно, это граждане Российской Федерации в нашем случае, хотя порой бывают и ближние зарубежья, и граждане других государств. За последнее время у нас это были граждане Украины, граждане Белоруссии, граждане Германии, из Швеции приезжали, правда, не остались. Ну, понятное дело, что это все русскоговорящие, конечно. Ну, а значимая часть таких поступающих, в нашем случае, все-таки это Санкт-Петербург, Калининградская область. Вот совокупности они набирают от 50 до 60 процентов от наших подопечных, я имею в виду, да. А таковых, как правило, у нас в программе в среднем около 10 человек. Около 10 человек, опять же, я очень среднестатистически говорю, вот если 10 человек, то, скорее всего, там одна-две будут сестры, да, 8-9 братьев, одна-две сестры. Надо сказать, что группа 10, 12, ну, где-то до 15 человек является достаточно комфортной, управляемой, хотя наш стационар рассчитан на немножко большее количество, у нас есть запас, в общем-то, можем разместить и 20 человек в учебных аудиториях, но это уже немножко сложнее, немного больше отвлекается, нужно больше контролировать, и для них немного меньше пользы, да, от этого. То есть мы считаем, что оптимальная группа – это около 10 человек. И, конечно, мы никому не откажем, если придет 11, но его, понятное дело, премиум. Поступление в дневной стационар, вот то, что я назвал этапом формализации отношений, начинается с заполнения новым воспитникам заявления анкеты. Опять-таки, анкету заявления, вы можете посмотреть у нас на сайте, это один из самых важных для вас документов. Вы можете скачать, посмотреть, переделать все, переменить все местами, добавить какие-то, допустим, вопросы или убавить, но у вас она должна обязательно, эта анкета, быть. Во-первых, невозможно все запомнить в разговоре, во-вторых, у вас всегда должна быть перед глазами возможность открыть анкету, посмотреть, что, когда употреблял, где учился, служил ли в армии. Вот у нас очень важные пункты – это участвовало ли, например, в оккультной практике, хоть это находится в самом конце, скажем, периферийный такой вопрос, но, тем не менее, статистика, к большому сожалению, показывает, что значимая часть наших подопечных когда-то в шутку, в кавычках, или в школьном детстве в каком-то, все-таки какой-то имела такой опыт. Почему это нужно? Во-первых, мы же с вами понимаем, что мы с вами находимся, скажем, в духовной области, где есть такой компонент, как демоническое воздействие на наших подопечных. И на самом деле причиной этого воздействия может лежать в том числе и в области вот такой какой-то детской шалости, скажем так. Ну и кроме всего прочего, если точно будет установлено вами в процессе общения какой-то был вид, участие в практике, то тогда, может быть, потребуется чем отречение от оккультизма, ну, все священники знают, о чем идет речь. Вот это, соответственно, нужно незамедлительно делать. Ну, а также анкета может содержать информацию и такого рода, например, у нас вопросом после имени и фамилии стоит вопрос, а почему ты к нам пришел, да, или, собственно говоря, в чем цель твоего обращения в дневной стационар. Вот очень важно, чтобы будущий подопечный на самом первом этапе что-то для себя сформулировал. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы все с вами знаем, да, являясь православными христианами, что для нас один из основополагающих догматов богословских является догмат о свободе воли человека, да, и здесь должна его воля реализоваться, с одной стороны, а с другой стороны все-таки он должен для себя как-то это обдумать. И действительно причины у людей могут быть разные. Они очень по-разному пишут. Кто-то пишет «спастись», а кто-то пишет «что-то побольше узнать», ну, и так далее. Это для вас будет такая тоже яркая, одна из первых ярких характеристик вашего подопечного. Ну, можно перефразировать этот вопрос каким-то образом, но он обязательно должен быть. Ну, все вопросы анкеты я перечислять не буду, я все-таки вам предлагаю ознакомиться с ней у нас на сайте и сделать для себя какие-то выводы. Значит, насколько важна свобода с точки зрения догматического богословия, я вам уже сказал. Тут же надо отметить еще и то, что после заполнения анкеты новый воспитанник также добровольно, а понятное дело, что у нас недобровольно быть ничего не может быть, мы не карательные органы, не психиатрическая какая-то там карательная медицина, не милиция, то есть полиция. Все происходит, конечно, добровольно. И, кстати, вот у нас вообще два основных постулата, которые вытекают из того, что мы церковная структура, они вот такие. Первое – это добровольность, а второе – это бесплатность. Вот, честно говоря, конечно, мы испытываем финансовые затруднения, как и большинство тех, кто сейчас участвует в этом вебинаре, прекрасно знают, что это все довольно сложно. Но, тем не менее, если у вас есть возможность не брать деньги, то все-таки лучше не берите, потому что, когда включается компонент оплаты, то включается компонент восприятия того, что это услуга, уже я не говорю о том, что, соответственно, раз я платил, вы мне дайте, а дать мы ничего не можем, потому что выздоравливать он должен сам, да, вот с нашей помощью, понятное дело. Вот этот момент очень важный. Ну, по крайней мере, мы так для себя решили, что реабилитация, скажем, бесплатная, она имеет больший потенциал эффективности. Да, и вот то, что новый воспитанник также добровольно подписывает договор о реабилитации, который вы тоже можете увидеть у нас на сайте в разделе документы, он еще для вас подтверждает вот юридический аспект пребывания этого человека. Ну, предположим, у вас пришли проверять какие-то органы, не знаю, там, налоговая полиция или еще что-то, вы берете, показываете, да, вот у нас есть Иванов, Петров, Сидоров, пожалуйста, вот у нас с ними договоры, они у нас находятся бесплатно и добровольно, и вот мы, собственно говоря, проводим с ними реабилитационный процесс. Следующим этапом для зависимой у родителей является собеседование с руководителями дневного стационара. В нашем случае это со мной, то есть сначала беседуют с координатором, а потом беседуют со мной. Вот в этом собеседовании, в отличие от беседы с координатором, я немножко подробнее, немножко подробнее рассказываю о учебно-методической программе. Это вообще вещь очень важная, и надо, чтобы и родители, и зависимые в какой-то степени поняли, то, что здесь будет происходить, то, что это занятие с утра до вечера, с какими-то перерывами, почему такие занятия. Об этом мы с вами как раз-то поговорим во второй части нашей беседы. Но вот это является одним из, скажем, важных аспектов, которые руководитель проговаривает с подопечным. Почему еще это важно? Потому что в случае нашей реабилитационной структуры, согласно последним вопросам, которые мы делали на 20-летие, в прошлом апреле мы опросили, если я ничего не путаю, около 850 наших воспитанников, наших бывших выпускников, мы получили процент устойчивой ремиссии 82%. И вообще надо объясняться за такие цифры, потому что все равно никто не верит, хотя нас проверяли и соответствующие органы. Я имею в виду сейчас Санкт-Петербургские, это были разные органы, разные комитеты, и ФСКН нас проверяла и так далее. Они находили для себя эти подтверждения. Но тем не менее, как-то это надо объяснить. И, конечно, когда людям рассказываешь о том, что мы 20 лет работаем, о том, как развивалась эта программа, для них что-то становится более-менее понятно, что это не какие-то факультативные занятия, раз в неделю по 2 часа, а что-то серьезная методическая работа. Также в ходе этой беседы для меня, как для руководителя или вообще просто, скажем, для абстрактного руководителя крайне важно не суживать тему до употребления все-таки каких-то веществ и историй, а нужно еще для себя понять и хорошие качества, которые есть у подопечного нашего будущего, чтобы понимать, что за человек. Для этой цели обычно задаются такие вопросы о том, вот о чем ты интересовался, когда учился в школе, какие-то кружки, секции, даже если он их много менял, пускай он и про это расскажет, это тоже будет какой-то характеристикой. Кстати, не всегда плохой, может быть, вот он искал что-то для себя и не смог найти, а может быть, вот он все-таки вот такой вот неустойчивый человек, это тоже для вас будет важная довольно характеристика. Ну и понятно, что уточнить религиозное мировоззрение у вашего подопечного нужно обязательно. Вот мы, конечно, структура церковная, но тем не менее мы открыты для всех конфессий, но для того, чтобы погрузиться в реабилитационный процесс, все-таки нужно быть православным крестьянином, нужно пройти таинство крещения, хотя в большинстве случаев, конечно, наши сограждане все-таки крещены, но когда-то, чаще всего это было в детстве, по настоянию бабушки, потом это было забыто, ну, все вы хорошо знаете эту историю, вот, ну, уточнить, дорогой, вот расскажи, пожалуйста, а веруешь ли ты в Бога? Вот ответ на этот вопрос бывают очень разные. Я верую, но по-своему, вот так вот примерно, да, это уже неплохо, ничего страшного. Или, допустим, я не верю, но в этом случае, если я категорически не верю, надо вот понять следующее, то есть, а почему? Есть такие люди, которых вот я называю, например, нравственными атеистами, которые совершенно не закрыты для веры, но они объясняют свое неверие тем, что, а вот в мире существует зло, а в мире существуют войны, а в мире гибнут дети, болезни, а раз так, то Богу быть не может. Вообще, это неплохое начало для разговора о вере, потому что откуда в тебе это нравственное ощущение, да, что должно быть все по-другому. Человек начинает задумываться, и дальше уже можно разговаривать. То есть, это, конечно, совершенно не пропащий для церкви человек. Хуже, конечно, некое безразличие, хотя в большинстве случаев у современных подростков мы имеем, конечно, некий нигилизм, такой, ну, сидит какой-то там старый, толстый седой поп с бородой, что ты мне говорит, я сам лучше все знаю, и что ты мне тут втиралишь, да. Поэтому нужно быть собранным, нужно быть готовым к какой-то агрессии, может быть, или глупости со стороны подопечного, нужно быть спокойным и настроенным на некий конструктив. Чаще всего человек, который, вот скажем, проявляет свое нежелание ходить, да, он говорит, да, вот меня мама заставила, я вот похожу, чтобы она от меня отстала, и не буду. Это для вас достаточно на первом этапе. Мы очень часто делаем так, говорим, ну, хорошо, знаешь что, дружище, вот ты походи недельку, а через недельку мы с тобой, в общем-то, вернемся к тому, что здесь надо пробыть месяц, о том, что потом надо поехать саперной на 12 месяцев, но здесь уже дальше за эту недельку все зависит от нас, да, то есть, вот сможем мы вовлечь мотивационные процессы или не сможем. Вот скажу, что в нашем случае чаще всего так получается, что, наверное, процентов 95 вовлекаются в программу и для них снимаются, вот скажем, вопросы того, что церковная структура, зачем я сюда пришел, мне все это не нужно. Пойдем дальше. Об оккультной практике я вам уже сказал. Вот это собеседование с руководителем занимает где-то до получаса, заканчивается обычно тем, что воспитник отправляется обратно к координатору, а руководитель остается побеседовать с родителями. Ну, во-первых, у родителей можно что-то еще для себя уточнить, то, о чем, может быть, они не говорили при детях. Я не знаю, это бывает разная совершенно информация, а во-вторых, родителей самих надо настроить на активную работу, потому что же очень часто бывает такое, что вот я привел вам своего там балбеса, сделайте мне из него человека. Этого не будет. Вот это надо сразу и четко доводить, что этого не будет. Что этот самый балбес будет делать все сам, и что вам тоже придется потрудиться. Вот на этом разговоре с родителями нужно обязательно сделать акцент на том, что понятно, что никакая мама и папа не желает своему, скажем, чаду, чтобы он стал зависимым, чтобы он употреблял наркотики, человек все равно формируется в ближайшем окружении, это в первую очередь семья, конечно, да, и практика показывает, что все равно в семье что-то не в порядке. Это могут быть совершенно разные, скажем, дисгармонические какие-то процессы, вот, но мы, заключая договор с родителями, напомню, да, что договора у нас два, договор с подопечным и договор с его родителями. Заключая договор с родителями, мы обязуем родителя регулярно посещать богослужения в храме и также специальные занятия. Специальных занятий у нас в стационаре два основных, это заповедь недели по понедельникам, это такая духовно-практическая, духовно-практический предмет, и в среду психолог работает с первичной группой родителей, у нас их всего две, первичная и вторичная. Первичные это родители тех, кто находится в дневном стационаре, вторичные это родители тех, кто уже находится в загородных центрах, они разбиты на две группы, потому что немножко разные задачи у них, скажем так. Конечно, родителям обязательно нужно рекомендовать приобретать молитвословы, обязательно нужно рекомендовать читать утренние и вечерние правила. Другой вопрос, что к этому тоже нужно подходить осторожно, чтобы человек, если он не ведет какую-то духовную жизнь свою практическую, чтобы он этого всего не перепугался. Но здесь опять-таки это некое христианское чутье, некий такт, даже в каком-то смысле религиозный. Вы должны понять степень того, сложностью каких задач вы можете обременить этого самого родителя, но посещать обязательно занятия определенные совершенно необходимо для родителей. Еще раз повторяю. Дальше мы с вами поговорим о вхождении зависимого в реабилитационный процесс, как это происходит. Да, вот он ушел из собеседования с руководителем обратно к координатору, руководитель беседует с родителями, что происходит с нашим подопечным. Во-первых, нужно пройти несколько тестов в нашем случае. Первый тест это медицинский на наличие в материалах исследования веществ. В том случае, если такой тест показывает наличие психоактивных веществ, то, соответственно, или мы видим просто по объективной картине есть клинические проявления того, что не трезв в данном случае наш подопечный, нужно рекомендовать ему пройти детоксикацию. Мы сами этим вопросом не занимаемся, это все-таки медицинская вещь, и мы, как правило, даже уклоняемся от рекомендаций чего-то, чтобы нас никто не заподозрил в том, что мы с кем-то там связаны, что мы именно туда посылаем или туда. Это пускай люди выбирают самостоятельно, но мы рекомендуем, как правило, муниципальные учреждения медицинские. Хотя, конечно, если это иногородние, то, соответственно, придется обратиться к коммерческим структурам. Если же тест на наличие веществ показал отсутствие этих веществ, то дальше необходимо в нашем случае пройти тест психологический, точнее говоря, он не психологический, он психологически нравственный, он содержит в себе немного более 100 вопросов. Эта вещь вообще очень важная. Опять-таки, во-первых, нужно более емко понять характеристику нашего подопечного, во-вторых, это тест и результаты его будут исследоваться нашими психотерапевтами. И, кроме всего прочего, это очень интересная вещь для вас вообще в целом. Вот как у нас это установлено. Вот пришел человек, он прошел этот тест, вот эти условно 100 вопросов, месяц пробыл в стационаре, перед тем, как отправить его в загородный центр, он еще раз прошел тот же тест с теми же вопросами. Не видя предыдущих вопросов, мы по-новому распечатываем. И затем на реабилитации он еще дважды заполняет этот же тест. Вот казалось бы, странная вещь, для чего она нужна, но тем не менее, мы в подавляющем количестве случаев видим следующее. Например, вопрос теста. Что ты сделаешь, если найдешь кошелек с деньгами? Ну, как вы думаете, что они говорят, если честно, говорят, когда они приходят в первый день? Конечно, говорят, возьму себе. А через месяц он напишет уже что-то другое. А через шесть месяцев в загородном центре он напишет вообще другое. Это для вас будет подтверждение того, что нравственные личностные установки меняются. Понятно, что вопросы не все такие прямолинейные. Есть, скажем, и другие вопросы, которые, скажем, выявляют стабильность психической личности. Но, тем не менее, вот такой тест. Значит, вот прошел мы эти два теста. Дальше координатор знакомит воспитанника с правилами поведения, распорядком дня и расписанием занятий. Это три отдельных документа. Все три этих отдельных документа правила поведения, то есть, во что одеваться, как себя вести, распорядок дня, во сколько начинаем, трудиться, во сколько заканчиваем, когда какие перерывы и расписание занятий распечатаны, находятся в рамочках на стене в кабинете координатора и они всегда доступны для нашего подопечного. В некоторых случаях по их просьбе мы им распечатываем и отдаем или родителям отдаем, чтобы никто ничего не забывал. Ну и вообще, это очень важная вещь. Вот, к примеру, распорядок дня у нас начинается занятие в 10 утра. В 10 утра ребята приходят, читают утреннее молитвенное правило, потом, ну это занимает около 15-20 минут, потом чай, потом пошли предметы, о чем мы поговорим чуть-чуть позже во второй части. Вот. У нас очень строго с дисциплиной. Дело все в том, что опоздание на 5 минут, вот к этим самым в 10 утра, оно заканчивается для нашего подопечного тем, что он будет писать объяснительную, пойдет к руководителю, будет, значит, рассказывать, почему я опоздал. Да, и вот через две таких объяснительных, скорее всего, мы прервем процесс реабилитации. во-первых, это нужно, да, чтобы над ними висел какой-то вот такой дамоклов меч, да, а во-вторых, это еще и нужно по одной простой причине, нужно его мотивировать на то, чтобы он собрался именно в дисциплинарном смысле, что зависимости химические, они имеют различные сложные причины, да, духовная, психологическая и так далее, и так далее. Понятное дело, что среди них есть и дисциплинарная, и вот, собственно говоря, человек, который не может победить себе 5% разгильдяя, который на 5 минут ежедневно опаздывает, он, скорее всего, либо не сможет победить в себе тот, скажем, процент разгильдяя, который нужно победить, чтобы решить проблему совокупности, потому что это существенно выше, чем 5%. Вот пускай он продумает заранее, как поставить будильник, вот пускай он продумает заранее, что ему одеться, вот пускай он приедет заранее не опоздает, вот мы это неукоснительно от них требуем. Конечно, бывают иногда редкие случаи, когда у кого-то случилась какая-то объективная проблема, тогда он звонит координатору и говорит, простите меня, отключился свет, выключился смартфон, соответственно, не сработал будильник и так далее. Ну, хорошо, но, конечно, если он будет звонить каждый день и об этом говорить, ну, так дело не пойдет. Вот это надо иметь в виду. То есть, вот своеобразный инструктаж о работе стационара сообщается воспитаннику. Новый воспитанник дневного стационара, погружаясь в реабилитационный процесс, который на мотивационном этапе у нас по преимуществу образовательный, может себя очень по-разному проявлять на занятиях. Понятно, мы не будем с вами забывать, что деградационные процессы, связанные с наркотизацией, гибельно воздействуют не только на высшие сферы человеческой личности, такие как духовные, нравственные и более рядовые процессы, например, память, сосредоточенность, внимание, иногда даже просто слух, но в буквальном смысле физическом. В связи с чем информация может быть не очень понята воспитанникам и плохо воспринята, может что-то запомнить, что-то не запомнить. Ну, вот для этого мы рекомендуем ввести блокноты, которые должны быть и на занятиях, на которых может быть он запишет для себя вот эти самые вещи, как начало, скажем, занятий, время перерывов, ну, то, что посчитает нужным. По крайней мере, стоит рекомендовать это записывать. Также, вот возвращаясь к объяснительной записке, надо понять еще одну вещь, что смысл педагогический лежит в какой области? Ну, во-первых, соврать устно проще, чем соврать письменно. И, сосредотачиваясь на написании объяснительной, он все-таки не будет, вот так, скажем, увиливать от ответа, как он может увиливать в разговоре. А очень важно его научиться излагать, научить излагать свои неблаговидные поступки письменно. Ну, во-первых, вот мы с вами знаем, что при этом задействуем максимальное количество сигнальных систем. А во-вторых, надо сказать, что на основном этапе реабилитационном у нас, по крайней мере, для зависимых рекомендуется подготовка к исповеди письменной. Это требование руководителя. Вот я вам сейчас процитирую его одной из научных работ отца Сергия, где написано, почему это происходит. Написание грехов обусловлено не только тем, чтобы ничего не забыть в момент покаяния, но и тем, что священнику легче выделить один или несколько грехов, чтобы остановиться на них и дать духовный совет. Вот это один момент. Второй момент. Дело все в том, что записка у нас получается как раз-таки объяснительная записка, да, таким вот образом вот этого будущего покаянного листочка. Вот навык такой, конечно, записка не является компонентом исповеди, это очевидно и понятно, но тем не менее, хотя бы вот формирование такого навыка. Значит, вот по окончанию этого административно-дисциплинарного инструктажа координатор провожает нового воспитника в учебную аудиторию дневного стационара. Вот описание учебной программы у нас с вами будет во второй части, так скажем. Ну вот. Также воспитнику поясняется, что его пребывание на мотивационном этапе составит 1-1,5 месяца, за это время он должен неукоснительно посещать все занятия дневного стационара согласно расписанию, иметь опрятный внешний вид, вести себя в общем благоговейно. Ну, мы находимся на церковной территории и совершенно недопустимо, да, даже какие-то вот незначительные послабления в одежде или может быть там в макияже для сестер. Это не значит, что нужно требовать от них некой такой какой-то зажатости неуместной, да, но вид должен быть все-таки приличествующий, потому что начинается это все с мелочей. А также вот я вам сейчас расскажу о том, какие мы требуем медицинские документы при поступлении. Это, соответственно, анализ ВИЧ, флюорография, калмейтс иглист, гонорея, гипотет, справка об учете в ПМД и справка от дерматолога. Ну, а также необходимо пройти обследование санации полости рта. Дело все в том, что в загородном центре, если происходит какая-то минимальная проблема стоматологического характера, такая, как, например, там пломба выпала, да, а все-таки у наших подопечных очень часто зубы бывают в не очень хорошем состоянии, для нас это целая проблема, потому что нужно найти машину, нужно найти сопровождающего, нужно за 100 километров от центра поехать в Санкт-Петербург, ну, и, в общем, это большие сложности, поэтому мы вот несколько раз испытав на себе вот эти вот моменты, все-таки сейчас требуем, чтобы хоть какие-то самые главные проблемы, да, в области стоматологии были решены. Также есть еще несколько моментов, например, мы не требуем отказаться полностью от табакокурения во время пребывания в дневном стационаре, хотя, конечно, скажем, на территории церковной курить не разрешается, но у них есть перерыв, у них есть место, где можно выйти за церковную ограду и там покурить, но мы всем настоятельно рекомендуем уменьшить количество сигарет, ну, если, допустим, ты курил 10, ну, значит, постарайся к концу этого месяца курить 5, потому что тебе же будет легче, когда ты приедешь саперное, а там не будет никаких исключений, там курить категорически нельзя, как только ты шагнул за ограду революционного центра. Ну, понятно, я надеюсь, что за время пребывания в дневном стационаре категорически запрещено употребление каких-либо веществ психоактивных, хотя крайне редко, но срывы все-таки происходят в среднем по нашей статистике это бывает раз в год. Но вот, что интересно, не всегда это бывает, скажем, во вред тому, кто сорвался. Вот, среднестатистически картина выглядит так. примерно через месяц убедивших в своих силах я с пятью священниками знаком, я десять заповедей знаю, я все могу, я к Ваське соседу заходил, когда они употребляли, я не употреблял, я все контролирую, и вот как только вот такое состояние возникает у нашего подопечного и оно ему нравится, то, скорее всего, это заканчивается срывом. Значит, обратно в программу мы его примем, ну, опять-таки, через объяснительную, через беседу с руководителем и координатором, но мы на этой беседе должны увидеть, ну, это субъективно, конечно, искренность раскаяния. Как правило, если эта искренность есть, она все-таки хорошо заметна для человека, и мы такую возможность даем. и потом, опять же-таки, все-таки мы с вами должны базироваться на евангельских принципах, да, мы с вами помним, что есть такая предча о смоковнице, которая три года не приносила плод, и вот ее уже хотели срубить, а потом решили, ну, а давай еще попробую, да, вот давай еще навозим, будем поливать, будем за ней следить, кто знает, может быть, она даст свой плод. Теперь мы с вами поговорим о завершении мотивационного этапа. То есть, получается, что я вам рассказал, как наш подопечный вошел в программу, как он был, как были формализованы отношения, как он прошел тесты, что происходит дальше. Мы уже говорили, мотивационный этап рассчитан в среднем на месяц, но месяц небольшим. Как правило, за это время воспитник воспринимает необходимый минимум знаний, получает первый опыт относительно продолжительной и осознанной трезвости, базирующейся на его духовно-нравственном выборе. Именно поэтому примерно через 3-4 недели пребывания воспитника на мотивационном этапе координатор и руководитель оценивают поведение подопечного. если их совместная оценка реабилитационной динамики оказывается положительной, то подопечный приглашается на специальное собеседование. То есть, попросту руководитель и координатор просматривая периодически анкеты, видит, что вот у нас Иванов уже 3 недели назад поступил, или 3,5, и вот они оценивают между собой такое мини-совещание. Если им кажется, что все в порядке, то они приглашают этого самого Иванова. И вот разговор строится примерно следующим образом, что, дружище, ты к нам ходишь 4 недели, на данный момент у нас к тебе претензий нет, все идет хорошо, у нас в ближайшее время будет собрание преподавателей, если ты хочешь, это нужно подчеркнуть, то мы можем обсудить твою кандидатуру на отправку в Саперную, ну или в другой загородный центр. И вот здесь он опять-таки должен проявить свою волю, сказать, да, хочу, а потом, ну а вдруг он там сомневается или там подумает или скажет, да, хочу, но сомневаюсь, это тоже для вас очень ценно. Ну, как правило, все-таки они говорят, да, хочу, и вот тогда, собственно говоря, назначается срок собрания, общего собрания преподавателей. Вот как выглядит это собрание. В среднем оно у нас проходит где-то раз в 2, 3, в 4 недели, ну вот в зависимости от количества наших подопечных. К этому собранию, значит, кандидатура, во-первых, сам непосредственно воспитник должен сказать, что да, я хочу, во-вторых, он к этому времени должен сдать еще символ веры, это единственное, что мы требуем, ну, скажем, в том плане, ну, как бы экзаменционном, что ли, да, и, кстати, у нас допускается, если он может символ веры пересказать собственными словами, а не по памяти, ну, потому что очень важно, чтобы он на самом-то деле понимал, во что он верит, да, а не просто вот воспроизводил заученные слова. Вот как проходит это собрание. В учебной аудитории собирается максимум возможных преподавателей, у нас их работает больше 20, ну, вот, 24 или 28, смотря как считать гимназистов, которые у нас, семинаристов, которые у нас трудятся. Вот, как правило, не менее 15 человек собираются за большим столом, и вот, скажем, руководитель берет анкету этого самого подопечного, помните, мы с вами о ней говорили, где написано, кто к нам пришел, почему пришел, оккультная практика, виды употребления ПАВ, и руководитель говорит, вот, собственно говоря, у нашего брата, скажем, Дионисия, к примеру, да, у него подошел срок, когда можно рассматривать его кандидатуру на отправку, прошу высказываться. Анкета физически передается ближайшему преподавателю, ближайший преподаватель ее берет, смотрит и говорит, да, на этой анкете еще обязательно должна быть фотография, чтобы не нужно было как-то уж очень сильно напрягаться, там, вдруг два Дмитрия или два Иоанна, там, вот, да, и кроме всего прочего, в эту анкету, если были дисциплинарные взыскания, да, там, опоздания, то они тоже вписываются, вписываются в самый верх, там, по цифру К1, такого-то числа опоздания на 10 минут, к примеру, там, такого-то числа курения в неположенном месте, к примеру, хотя такое, в общем-то, не часто случается, я про курение говорю, опоздание существенно чаще, если посмотреть на нарушения, вот, и дальше педагог высказывается следующим образом, вот, у меня на занятиях, вот этот брат ведет себя следующим образом, дает краткую характеристику, говорит, я за, чтобы его отправить, и передает следующему коллеге, если вот хотя бы один из присутствующих скажет, я против, то, кандидатура приостанавливается на этапе дневного стационара, но тот, кто сказал, я против, во-первых, а, должен аргументировать, то есть сказать, почему я против, но и этого даже мало, он должен сказать, какие он видит выходы из этого положения, ну, к примеру, там, вот, брат Ираклий слишком раздражительный, это первое, да, поэтому я против, соответственно, нужно, чтобы с ним, скажем, психотерапевт провел консультацию личную, ну, например, да, и выяснил, в чем дело, или, чтобы на это обратили внимание педагоги вот таких, таких предметов. Иногда, кстати говоря, бывает так, что тот, кто против, высказываясь в самом начале, собрание, передает потом анкету другому, все высказались, допустим, все остальные за, и тот, кто против, отзывает свой голос, он говорит, вы знаете, я вот послушал коллег, и увидел, что я слишком узко взглянул, значит, на проблематику данного человека, да, и я, скажем, воздержусь, либо я меняю свое решение на положительное. Такое тоже бывает, но действительно, вы понимаете, работает 20 человек, и каждый из них, скажем, по-разному, в той или иной степени, харизматичен, интересен, в конце концов, ну, просто симпатичен кому-то, у кого-то могут, ну, вот просто не сложиться отношения, да, вот как возникла какая-то антипатия, почему иногда даже и не разобраться. И вот поэтому очень важно выслушать максимальное количество голосов. последним свое мнение озвучивает руководитель, перед ним координатор. Это тоже вещь принципиальная, потому что и руководители, и координатор общаются с таким подопечным больше, и, соответственно, чтобы его мнение не давлело над мнениями остальных, они высказываются последними, ну, и, кроме того, как бы подытоживают, да, картину, в том числе и для себя. Кстати, вот нужно еще обратить внимание на такую вещь, мы считаем ее очень важной. на тот момент, когда мы перед собранием предлагали, значит, нашему воспитаннику его кандидатуру обсудить, и он говорит, да, и вот этот момент ему обязательно нужно сказать следующее. Вот знаешь что, дружище, а теперь правила двух объяснительных, то есть вот два возможных нарушения, для тебя исчерпаны. С этого момента никаких нарушений быть не должно. Вот почему у нас есть такое правило? Потому что зачастую ребята, пока этого не было правила, они, понимая, что все закончилось, все, я теперь поеду, они чувствовали себя такими, ну, своего рода старослужащими, что ли, выражаясь по-армейски, и излишне расслаблялись, что влияло, конечно, на дисциплину, ну, и как-то расхолаживало и их самих, и других. Вот это очень важно, что он будет знать, что теперь у него нет возможности что-то там написать, да, и каким-то образом получить прощение, а что он будет удален. Значит, по итогам вот этого собрания доводится дата до подопечного, когда он едет в саперное на знакомство. Обычно это ближайшее воскресенье к собранию. Ну, предположим, было собрание в среду. Все утвердили. Мы говорим, ну, вот, дружище, пожалуйста, значит, с мамой в ближайшее воскресенье к десяти, к девяти, по-разному бывает, это чаще всего, ну, к литургии, к началу литургии, едете в саперное. После богослужения проводится экскурсия одним из воспитанников, либо сотрудников центра для мамы и для нового подопечного. А потом, в зависимости от того, какая была загрузка у этого дня, богослужебная я имею в виду, либо общая трапеза и собеседование с отцом Сергием, ну, с руководителем, либо, наоборот, сначала собеседование, потом общая трапеза. Ну, вот, кстати говоря, между прочим, даже присутствие на трапезе дает достаточно много информации для нашего воспитанника, потому что, действительно, революционный процесс в загородных центрах, он устроен по монастырскому обычаю, и, соответственно, это что? Это учиненный чтец во время трапезы, ну, понятно, соответствующие молитвы, это отсутствие разговоров за столом, это смена блюд по колокольчику. Нам не жалко лишние 10, 20 или 30 секунд для того, чтобы кто-то доел борщ, да и никто у него этот борщ не отнимет, если он не успел еще доесть пару ложек и прозвонил колокольчик на смену блюд. Но эта вещь тоже очень важная, она совершенно не случайно возникла. Дело все в том, что, как вы, наверное, знаете, наркозависимые с точки зрения характеристики являются, помимо ряда различных аспектов, еще и с ластолюбцами. И вот в отсутствии возможности что-то употребить, выпить или покурить, они могут услаждать вот эту свою страсть с ластолюбия, в том числе и просто питанием. Вот поэтому здесь тоже нужны необходимые рамки. Я тоже рекомендую это взять на заметку для загородных центров. Это вещь очень важная. По крайней мере, мы убеждаемся в справедливости, скажем, такого решения. После трапезы, если это действительно было после трапезы, то руководитель беседует с новым подопечным и с его родителями, что-то для себя уточняет, что-то дополнительно рассказывает о том, как будет протекать реабилитация. И на этом знакомство с реабилитационным центром заканчивается. Надо сказать, что на этом знакомстве у воспитника никто не требует и не просит его решения. Едет он или не едет. Даже если он хочет его высказать, мы ему говорим примерно следующее. Вот, дружище, поезжай, пожалуйста, в Санкт-Петербург, отдохните, завтра придете в стационар и утром сообщите координатору или руководителю свое решение. Почему это важно? Ну, как правило, они все-таки, приезжая в центр, находятся в некой эйфории. Им все-таки кажется, что они окажутся в каких-то ужасных застенках, в каких-то подпольях, в невыносимых каких-то условиях, а на самом деле реабилитационный центр, если посмотреть на него, скажем, светскими глазами, то выглядит как такой добротный коттеджный поселок, там все очень хорошо, красиво, комфортно, там хорошо кормят. И вот это впечатление, оно может, скажем, перевозбудить личность нашего воспитанника, поэтому пускай действительно они поедут домой, успокоятся, а в понедельник выскажут свое решение. Значит, решения может быть два у него. Он может в понедельник прийти и сказать, да, я согласен, я еду на реабилитацию, или он может сказать, я не согласен. Если он не согласен, то он может либо покинуть мотивационный этап, либо продлить его до трех месяцев. Три месяца – это максимальный срок пребывания в дневном стационаре. Крайне редко, но чаще всего в среднем раз в год у нас бывает один такой человек, который находится только на мотивационном этапе. Иногда это бывает связано с тем, что, допустим, это сестра, у которой двое детей, и вот не с кем их оставить. Либо какая-то другая причина, допустим, сомнения замучили, и побоялся поехать. Понятно, что он может изменить свое мнение, прийти через неделю или две, сказать, нет, я готов. Но вот в этом случае мы ему будем рекомендовать какой-то другой центр. Это тоже не потому, что нам жалко, это некая педагогическая вещь, потому что для них важно понимать, что они не делают одолжение, что решаются на такой подвиг, куда-то за город приедут, а они должны понимать, что это нужно заслужить в определенном смысле. Вот такие вот вещи. И если в понедельник он принял решение ехать, то чаще всего на следующий, на вторник, получая сопроводительную некую документацию для себя, памятку, в которой записано о том, что надо брать с собой, вот такое количество смен одежды, такое количество там рабочей одежды, тапки и прочее, они отправляются. Да, и, кстати, я забыл сказать, что в тот момент, когда собрание утвердило кандидатуру и определена дата знакомства в ближайшее воскресенье, координатор психологам пишут сопроводительную записку, в которой описывают краткий психологический портрет, но он действительно краткий, там не пишется, что он такой, потому что, там, допустим, пишется, добрый, внимательный, или, наоборот, раздражительный, там, хитрый, там, имеют лидерские качества какие-то, да, чтобы руководителю было немножко проще на знакомстве понимать уже, собственно говоря, кто к нему приехал. Вот. Ну, и во вторник наш воспитанник дневной стационар покидает. На этом наша часть мотивационной работы с ним прекращается, вот, и он погружается на второй основной этап реабилитации, но, тем не менее, и руководитель, а я тружусь у нас в стационаре, в том числе и преподавателем, тоже преподаю, такое направление, как библистика и заповедение недели предмет. Вот. И все преподаватели дневного стационара по установившейся очереди определенной в среднем где-то раз в 3-4 месяца каждый из них приезжает в саперное и проводит там свой, ну, не обязательно саперное, может быть, торфяное, но чаще всего саперное, и проводит там свой профильный урок. Эта вещь очень важная. Ну, во-первых, ребята с большой теплотой относятся к сотрудникам мотивационного центра. Почему? Ну, потому что они первые, да, кого они увидели и кто им протянул руку помощи, кто в них в определенном смысле поверил, да, кто им вот что-то сообщил, важное, полезное или просто интересное, в конце концов. Вот. И также это очень важно для работников мотивационного стационара, потому что это для них, в свою очередь, мотивация. Вот. Ведь работа достаточно тяжелая с наркозависимыми, да, малооплачиваемая, либо вообще неоплачиваемая, вот как это у нас происходит, я об этом расскажу отдельно. И не всегда в течение вот этого месяца можно увидеть перемены в личности, да, нашего подопечного. Чаще всего все-таки можно. Но вот когда через 4 месяца кто-то из преподавателей приезжает в загородный центр и видит, ну, вот вы простите, я так несколько помпезно выражусь, да, вот чудо преображения этой личности, которое видно во всем, во внешности, в глазах, в разговорах, просто во всем, то, конечно, тогда это вещь такая, которая является смысловой для жизни. Вот, для жизни преподавателя это очень важно, да, что, вот, и понимает преподаватель, что вот один из кирпичиков, вот в этом самом чуде, да, это, собственно говоря, это его вклад. Ну, вот так. После основного этапа на дневной стационар наш подопечный чаще всего возвращается через 12 месяцев, мы об этом поговорим чуть позже, если у нас хватит времени, а сейчас я хочу перейти ко второй части, теоретической, о том, что из себя представляют учебно-методические процессы, учебно-методическая программа нашего дневного стационара. Вот заранее прошу вас не пугаться, потому что в нашем случае в неделю у ребят проходит около 20 различных предметов, занимается с ними, как я уже сказал, больше 20 преподавателей. Не надо сразу задавать себе вопрос, где я столько найду преподавателей и где я возьму оплату на труды этих преподавателей, да, потому что, ну, если мы себе представим, что 20 человек, и каждый из них, предположим, получает оклад по 25 тысяч, то это 500 тысяч, совершенно невозможные деньги в месяц для мотивационного центра. Так вот, сразу объясню. Дело все в том, что вот тем и хорошо, что трудится много людей, что в основном это люди, которые трудятся жертвенно. Просто каждый из этих 20 или там 25 преподавателей, почему я так говорю 20-25, потому что это немножко меняется количество, но, как правило, не меньше 20, просто раз в неделю проводят одно занятие. Вот смотрите, да, пять дней в неделю проходят занятия, ну, как в институте или как в школе, например, до утра, до вечера. Ни один из этих предметов в течение дня и в течение недели не повторяется. И, соответственно, просто мы в течение нескольких лет, если будем трудиться усердно на этой ниве, все-таки найдем людей, которые захотят участвовать, мы их будем находить на каких-то специальных встречах, семинарах, конференциях, либо они сами будут к нам приходить, либо это будут, может быть, родители наших подопечных, которые там по случаю, кто-то оказался преподавателем литературы, либо братом, либо, может быть, сам подопечный, но это немножко другой институт волонтерства. Вот, то есть, вот таким образом это складывается. Конечно, мотивационный стационар не может не иметь людей, которые получают постоянную зарплату. Понятно, что это и должен быть и бухгалтер, и координатор, и руководитель. Ну, понятное дело, что это все достаточно скромные оклады, но подавляющее количество педагогов трудится жертвенным образом. В настоящий момент цель учебно-методической программы определяет следующим образом мотивация на прохождение полного цикла реабилитационной программы трезвый образ жизни, наркозависимых осознаниями, причин и следствия потребления наркотических средств. Наша учебно-методическая программа состоит из 20 предметов, которые делятся на три блока. Духовный или духовно-нравственный, психологический, второй, и третий, культурологический или педагогический. Об этих блоках более подробно мы расскажем в следующих разделах. Я уже об этом говорил. Можно отметить то, что названия этих блоков, духовно-психологический и культурологический, почти точно отражают названия основных причин зависимости. Это надо сразу для себя понять. И, в общем-то, они, конечно, хорошо иллюстрируют полноту оков страсти жизни наркозависимого. В работе у нас была употреблена такая цитата. Я вас цитатами не перегружаю, но вот эту хочу прочитать. Святитель Василия Кинишемского. «Кажется, нет такой низменной страсти, которую человек не обогатворил бы, и на служение которой не мог бы отдать себя целиком». Это беседы на Евангелии от Марка. Думаю, что многие из вас знакомы с этой книжкой. «Целиком». Вот слово здесь «целиком» основополагающее, ровно поэтому и количество этих блоков затрагивает весь спектр личности человека. Теперь вот некие сухие факты. Каждый из этих 20 предметов имеет свое название, собственные цели, методику проведения, а также около 12 основных тем. Почему 12 тем по каждому предмету? Потому что каждый предмет повторяется раз в неделю, максимальное время пребывания в стационаре – это 3 месяца, и мы, соответственно, с вами получаем, что максимум тем – это все-таки 12. Понятно, что мы вот уж прямо совсем точно не следим, и группа может раньше смениться, а иногда, скажем, предметная часть какого-то занятия может вообще немножко уклониться в какую-то сторону, не, скажем, необдуманную заранее, не планированную, точнее говоря. Но, тем не менее, для работы дневного стационара очень важно, чтобы каждый из ваших преподавателей, каждого блока, сдал вам такой документ, который будет называться, ну, скажем, «Описание программы», я не знаю, предположим, «Ветхий завет». Там вначале будет написано цели, форма проведения, и вот эти самые 12 тем. И вот, когда руководитель возьмет себе вот эти самые несколько листочков, в зависимости от количества преподавателей, он сможет увидеть полноту, скажем, вот какого-то материала, да, педагогического. Ну, скажем, в Ветхом завете может быть тема декалок, и в аскетике может быть тема декалок. Ну, и ничего страшного, такие темы можно и повторить. А некоторые темы, собственно говоря, не обязательны. И поэтому это возможно для преподавателя, скажем, сбалансировать. Ну, попросту говоря, чтобы не было слишком много повторов во время сходных занятий. Педагогический состав нашего стационара включает в себя 8 священнослужителей, это надо в данный момент, 4 церковнослужителей, это все практически семинаристы старших курсов, 2 психотерапевта, 2 психолога, 11 педагогов и 1 консультант. Занятия проходят на территории стационара в учебной аудитории, рассчитанной на количество не более 20 человек. Аудитория имеет небольшой иконостас, библиотеку, ну, конечно, громко заказанная библиотека, на самом деле, это несколько шкафов с литературой, учебную доску и телевизионную панель для трансляции лекций или фильмов. Абсолютно каждое занятие начинается и заканчивается совместным чтением соответствующих молитв. Ну, вы сами знаете, что в начале, скорее всего, это будет Царью Небесной в конце достойно есть, хотя, конечно, здорово было бы на двумдесятые праздники или большие праздники читать, соответственно, тропарь и кондак. Но это очень тяжело для ребят. Либо, если вы решите сделать так, то будьте любезны, соответственно, распечатайте тексты этих тропарей и кондаков в количестве, скажем, максимальным для вашего стационара и раздавайте им перед пением этих молитв. Ну, и даже когда мы молимся в начале Царю Небесной достойно есть в конце, в этом случае ребята, которые недавно пришли, они не должны просто молча стоять и слушать, раздавайте молитвословы, помните заранее, на какой странице эти молитвы, да, открываем молитвословы на третьей странице и не стесняйтесь, прямо так и говорите. Кому неудобно подпевать, читайте про себя. Кто будет подпевать, не стесняйтесь того, что у вас получится, ничего страшного, ориентируйтесь просто на других, пускай они тоже молятся, не нужно их удивлять тем, как замечательно, скажем, батюшка владеет своим вокалом, им нужно учиться молиться в том числе, поэтому вот молитва эта от них отстранена, не должна быть ни в каком случае. Про блокнот, который необходимо при себе иметь, я уже сказал, вот тут скажу еще, чуть-чуть позже, несколько моментов, почему, хорошо. Также в наличии в аудитории находится достаточное количество изданий священного писания и молитвословов. Занятие длится в среднем около полутора часов, перерывы между занятиями составляют четверть часа, то есть, да, я напоминаю, в 10 начали работать, в 10-15 утренний чай, в 10-30 первое занятие, в середине дня перерыв на обед около 30-40 минут, а так в среднем вот полуторачасовые занятия идут до 17 или до 18-00 до того времени, когда в храме, при котором находится дневной стационар, вечернее богослужение, либо это вечерний молебен с акафистом, либо это все ночные обдения. Вот ребята каждый вечер заканчивают именно посещением храма. Некоторые занятия длятся чуть дольше. Например, кинолектории. Ну, понятно, да, что если, скажем, преподаватель показывает какой-то фильм, но фильм в среднем, ну, уж никак не меньше, чем полтора часа, плюс они посмотрели какой-то эпизод, нажали паузу, обсудили, посмотрели, нажали паузу, потом, может быть, перед просмотром фильма получили какое-то занятие, обратить внимание на характеристики героя вот такого-то, да, и что-то для себя, может быть, записывали. А после фильма это, соответственно, обсуждали. Вот кинолектория у нас, в общем, самый длинный предмет, он иногда бывает и по три часа. Ну, иногда в середине делают небольшой перерыв, чтобы, ну, ребята немножко, скажем так, вот освежились. Да, кстати, вот вы знаете, понятно, что ребята на занятиях бывают в очень разных состояниях. И они бывают вялые, они бывают сонные, и они могут занимать какое-то неподобающее положение за столом, да, там как-то над ним развалиться, да. Требуйте, чтобы они сидели как следует. Если вы видите, что аудитория у вас, ну, условно говоря, очень сонная, вялая, что они устали, дайте им пять минут перерыв. Выходим на улицу, проветриваемся, проветриваем помещение и возвращаемся. но решительно нельзя позволять им валяться на столе. Пожалуйста, имейте для себя это в виду. Почему я на это обращаю внимание? Просто иногда бывает неудобно это говорить, да. Ну, может он тогда сказать, слушай, дружище, ну, вот я же сижу нормально, да, ну, быть любезен, уважай меня, пожалуйста, тоже так сиди. Не значит, что, да, мне надо там злиться, ругаться, но готовым надо к этому быть. И хорошо бы заранее вот эти формулировки, да, для себя вот этого дисциплинарного воздействия проговаривать и быстро ими пользоваться умело. Значит, форма занятий представляет из себя сочетание лекционного материала, диалоги с воспитниками, а также заключительную часть вопроса и ответы. Преподавателю очень важно иметь педагогический талант, чтобы занятие не превращалось в формальное действие. Необходимо делать и паузы во время донесения учебного материала, задавать воспитникам вопросы, чтобы стимулировать их к интеллектуальной и коммуникативной активности. Ну, действительно, задача вот взять лекционный материал и пробубнить его полтора часа ни у кого не стоит. Мы просим преподавателей, но опытные люди, которые у нас уже по несколько лет работают, они и сами это знают. Когда кто-то меняется, появляется новый, мы говорим, делайте паузы, останавливайтесь, переспрашивайте. Ну, скажем, вот у меня на занятиях мы читаем что-то, ну, я не знаю, главу священного писания. Главу громко сказано, скорее всего, мы будем читать зачало, да, или отрывок небольшой. Мы прочитаем его целиком, а потом разговор будет строить следующим образом. Ну, а как вы думаете, вот почему вот Христос сказал так? Или, а вот что вы думаете, вот почему фарисеи вот повели себя таким образом, да? Пускай они говорят то, что думают. Во-первых, вы будете их мотивировать к тому, чтобы они все-таки слушали вас внимательно. Во-вторых, задавайте им наводящие беседы, ну, как бы подсказывайте. Конечно, не надо подсказывать так, как, скажем, написано в детской Библии, чтобы уж совсем положить в рот, вот, скажем, этот ответ разжеванный. Но здесь очень важно их стимулировать к этой деятельности. Это у нас, как выглядит храм, при котором находится дневной стационар. Вот здесь вот правее находится помещение нашего стационара. Ну, вот это вот некая работа, ребята, вот это некое участие в богослужениях. Ну, а вот это вот аудитория, я ее тогда и оставлю. Вот так примерно выглядит урок рукоделия, который у нас будет в третьем блоке, который называется культурологической. Правее, вот левее вы видите иконостас, и правее находятся книжные шкафы. За спиной у фотографа находится плазменная панель, левее находится гардероб, правее вход в помещение. Помещение имеет площадь около 25 квадратных метров. Ну, вот мы с вами сейчас видим, что за столом сидит 9 человек, им достаточно комфортно, но на собраниях у нас за этим столом помещается 20 человек. Ну, просто здесь они так вольготно сидят, потому что, видите, у них материалы, они шьют кукол, скорее всего, они шьют медведей в данном случае. О медведях тоже поговорим, если хватит времени. Итак, о форме занятий мы поговорили. Да, очень важная вещь. В конце каждого занятия преподаватель ставит воспитанником отметки о посещении в листок учета посещения занятий. Вот, когда координатор закончил инструктаж и проводил учебный класс, то новый подопечный получает листочек, на котором он тоже у нас есть в разделе документы дневного стационара, где просто такие пустые блоки. дата заполняется, название предмета и преподаватель должен расписываться. Это очень важная вещь. Она позволяет координатору обращать внимание на то, что на всех ли занятиях все были. Как правило, это все-таки довольно очевидно, если кто-то отсутствует, но тем не менее, это обязательно должно быть. И в этом же листочке в конце богослужения смотритель в храме, о чем специально была договоренность, тоже ставит отметку по окончанию подпусту, правильно, простите ради Бога, все ночного бдения, например, да, остается отметка о том, что присутствует. Но теперь немножко поговорим о первом духовном блоке. Для начала я перечислю предмет этого блока. Литургика, Ветхий Завет, Аскетика, Евангельские чтения, Духовные беседы, изучение Священного Писания, Заповедь Недели, История РПЦ, Православный Катехизис, Катехизис Жития и Творения Святых. Я вам прочитал 10 названий, оно в среднем примерно так и есть. Иногда в зависимости от учебного года убавляется одно или прибавляется одно. Ну, 9-11, как правило, предметов в духовном блоке есть. Все преподаватели духовного блока это либо церковно-служители РПЦ, священно-служители РПЦ, имеющие соответственное духовное образование, а чаще всего и не одно. Понятно, да, что духовное исправление страждущих лежит в области существенно превышающей теоретический образовательный аспект, а мы сейчас с вами говорим об образовательном. Однако, начать серьезную работу в этой области невозможно без первичного ознакомления с учением церкви, хотя бы даже на уровне терминологии. Вот крайне важно в начале мотивационного этапа разъяснить воспитникам даже такие незначительные казалось бы вещи, как смысл терминов покаяния, смирения, грех и многое другое. Почему я говорю незначительные? Они очень значительные в нашей с вами жизни, но как правило человек, который в церковь приходит, он как-то так интуитивно понимает, ну допустим, давайте для примера возьмем слово грех, да. Любой человек, далекый от церкви, даже тот, кто считает себя атеистом, он понимает, что грех это что-то плохое, что-то злое, и вот как-то так это примерно и объясняет. Но дело все в том, что вот такое понимание, оно конечно не противоречит тому, что грех это зло, но оно как-то не очень дает, скажем, конструктивность ощущения своего пребывания в этом грехе. А ведь многие из вас наверняка знают, что слово грех имеет происхождение из Ветхого Завета, где четыре основных термина, которые реализовались в шесть основных терминов являющихся прообразом уже в греческом языке, в Новом Завете, там амортия, параптама, паракея, и так далее, их много. Так вот, основное, понятно, это амортия, то есть промах, мимо цели, тоже и в еврейском языке. И вот, когда человек понимает, что грех это промах или ошибка, то здесь уже можно начинать конструктивный разговор, потому что, ну, любой человек понимает, что ошибку можно а, исправить, б, не повторять, с, скажем, изучить условия, при которых ты в это попадаешь и стараться их избегать. Вот это очень важная вещь. Ну, то же самое, конечно же, и со словами покаяния, смирения и так далее. Все это, конечно, ложится на плечи священнослужителей и церковнослужителей. Следующим важным смыслом духовного блока является то, что принципиальная разница между мотивационным и вторым основным этапами реабилитации состоит в том, что мотивационный этап является по преимуществу теоретическим. Ну, что значит теоретическим? Ну, мы весь день сидим и за столом читаем какие-то лекции, слушаем, разговариваем. Ну, действительно, это предметы, да, и форма же даже такая, как в учебном заведении. А вот на основном этапе реабилитации это будет практический. То есть, если на этапе дневного стационара мы им, скажем, вот так, доводим некие нравственные идеалы, то на мотивационном, то на основном они будут жить по ним. Ну, это примерно соотносится, как, скажем, в терминах православия, скажем, как ортодоксия и ортопраксия. Ну, вот если более конкретно, то получается примерно такая история. Ну, например, у меня на занятии мы сидим и изучаем заповеди блаженства и читаем «Блаженны, милостивы, якоти и помилованы будут». Ах, как хорошо, как это приятно слушать и как легко быть милостивым ко всем, когда ты сидишь в теплой аудитории сытой, спокойной. И каждый из них принимает для себя решение в той или иной степени «Да, да, я согласен, это важная вещь в моей жизни». А вот когда он оказывается на основном этапе реабилитации, предположим, на ферме брат случайно опрокидывает ему на ногу кормушку, скажем, с питанием для свиней, здесь очень важно, что сделает этот брат. Вспомнит о том, что милостивые и блаженны, да, либо скажет «Ах, ты такой, сикой!». И вот вся наша работа, по сути, сводится к тому, чтобы он сказал «Ах, ты такой, сикой!», да, а вспомнил вот эту самую заповедь. Ну, также предметы духовного блока облегчают вхождение воспитника в церковную жизнь в самом общем смысле, в богослужение, в таинство. Да, кстати, я хочу сказать, что вот помимо того, что вы услышали, помимо списка этих предметов, также и на, скажем, своих занятиях я ребятам периодически довожу основы догматического богословия. Вот не удивляйтесь, пожалуйста, в конечном счете они понимают догмата Святой Троицы и как это важно. Они понимают в конечном счете о том, что происходит с двумя природами в ипостасе Христа, да, а потому что если ты этого не понимаешь, то и понять невозможно, как он спасает, собственно говоря, да. Также мы и немножко касаемся общих вопросов философии. Другое дело, что, конечно, нужно правильно подбирать, скажем, терминологию, расстановку, не упрощая, да, но и не усложняя слишком. Можно использовать, скажем, доску при этом, да, мы идем и рисуем, скажем, вот здесь мы пишем сущность равно ипостаси, равно 3, да, а здесь, ой, нет, извините, сущность, да, равно природа, равно 1, а здесь мы пишем ипостаси, равно личность, равно 3, потом проводим параллели с человеком и в конечном счете вот все удивляются, как так, догматическое богословие, а не как, вот понимают и все, приложите просто усилия соответствующие. Дальше, психологический блок, разделение, вообще, конечно, духовного блока и психологического в определенном смысле является, конечно, формальным, да, ведь мы, если с вами вспомним, что психе, да, и логос, греческие слова, душезнание, душеведение, можно сказать, в данном случае даже и душепопечение, по сути, а что, разве священник, он не душепопечитель? Конечно, душепопечитель. А вот основная разница здесь, конечно, просто в методах работы. Вот смотрите, духовный и психологический блок, оба работают с нематериальной частью человеческой природы, но просто по-разному, духовный, церковными методами, а психологический, условно говоря, светским, вот примерно так. Но и те, и другие направлены, конечно, на борьбу со страстями. Вот чтобы понимать, что не нужно относиться слишком предвзято к психологии, а такое бывает, скажем, у клириков. Давайте посмотрим, как определяет страсть, например, известный отечный психолог XX века Сергей Леонидович Рубинштейн. Страсть – это сильное, стойкое, длительное чувство, которое, пусть и в корне в человеке, захватывает его и владеет им. Вот скажите мне, пожалуйста, а что здесь можно оспорить с точки зрения святоотеческого взгляда или христианской антропологии? Наверное, сложно. И это дает нам аргументированное право в рамках церковного попечения, хоть и основанного на богословии, обращаться и к психологическим методам борьбы с наркотической зависимостью. При этом, конечно, надо понимать, что психологи, психотерапевты, консультанты, которые трудятся у нас, они все являются православными христианами, они все ведут свою духовную жизнь, они все с какой-то своей периодичностью приступают к церковным таинствам, первую делать очередь к исповеди, конечно же, и причастию. Ну вот, основными задачами психологического блока является психологическая стабилизация личности, базовые навыки саморефлексии, иногда говорят саморефлексии, вы знаете, я до сих пор понятен, не могу даже специально, даже специально пытался с этим разобраться, и так ставится ударение, так, ну вы меня простите, если кому-то не понравилось. Профилактика срывов, очень важная вещь, осознание пагубных последствий потребления, отстаивание личных границ, и многое другое. Ну вот, смотрите, давайте в качестве примера рассмотрим, скажем, значимость личных границ. Этот термин «личные границы» ввел австрийский психиатр Павел Федерн, и основная идея этих границ лежит в области того, чтобы человек разделил, скажем, границы своего собственного «я» и внешнего мира. Вот несколько примеров. Человек, не умеющий личностных границ, и не умеющих отстаивать, подвержен следующим проблемам. Неумение говорить «нет» в ответ на попытку манипулирования, либо просьба какая-то, даже не манипулирование. Завышенное чувство вины в ситуации вынужденного отказа, неумение соблюдать чужие границы. Ну вот, скажите, разве это все не относится к психологии наркозависимого? Вот они очень часто признаются через какое-то время, что бывало и не раз у них такое, когда они хотели отказать в употреблении своему приятелю, но не знали как. Они не чувствовали в себе права на это, не чувствовали какой-то аргументации. Им казалось, что они покажутся какими-то немужественными. Знаете, как «ты что, не мужик? Ты меня не уважаешь?» и прочее. Вот такие вещи. Не умели на них правильно реагировать. Вот практика показывает, что буквально одно-два занятия по этим самым границам, и ребята нам это воспринимают. Это все-таки действительно не очень сложная вещь, и она им помогает. А вот почему сложно такой навык переоценить? А ровно по той простой причине, что практически все наши ребята, которые ходят в дневной стационар, они продолжают жить в своих квартирах. Вот те, которые иногородние, они живут на подворье некого монастыря, который нам помогает и на не очень дорогих условиях предоставляет им возможность проживания. Жители Петербурга возвращаются в свои дома, в свои районы, вот, собственно говоря, в то место, где они и начали употреблять, скорее всего. И в этом смысле, конечно же, у них вот эти предложения об употреблении будут так или иначе. Вот эти и другие психологические навыки формируются у воспитанников дневного стационара на занятиях следующих типов. программа самопомощи и самонаблюдения, одно занятие, второе психологический тренинг, следующая химическая зависимость и психологическое консультирование. Ну вот это основные четыре предмета, которые ведутся у нас в дневном стационаре в рамках этого блока. По форме эти занятия, конечно, очень близки и к занятиям духовного блока, то есть это тоже материал, может быть, в каком-то смысле лекционный, но чаще всего он в большей части имеет и диалоги, также выполнение различных заданий, что-то написать, сформулировать какие-то вопросы, ответы или какой-то рисунок, который будет потом анализировать психолог или психотерапевт. Их еще такие задания, называют упражнениями, например, в психологии. Вот заключительным фактором, который следует отметить, является то, что предметы психологического блока преимущественно используются на этапе мотивации, а не в загородном центре. Но это обусловлено тем, что психология в большей степени отвечает задачам, в первую очередь, именно мотивационного этапа. Ну вот один пример, я вам уже привел о границах. Но тем не менее, как я уже упоминал, все сотрудники, включая и психологов, тоже со своей периодичностью ездят в саперное, торфяное, проводят там занятия. Кстати, эти занятия позволяют им еще вот что понять. Ну вот, например, скажем, я вел у ребят Новый Завет, да, они все уехали в саперное. Потом я приезжаю через 3-4 месяца и вдруг выясняю, что они не умеют пользоваться, ну, не понимают, что такое зачало. Да, вот они не видят эти красные цифры, не понимают. Я понимаю, ага, вот я этим ребятам не довел, да. Также и любой другой преподаватель может увидеть, собственно говоря, остаток, да, от своего преподавания, да, какой-то неизменяемый, и понять, и использовать это, может быть, в своей дальнейшей работе. Дальше мы с вами поговорим о культурологическом блоке. Вообще, конечно, понятие культурологии, да, которое, опять-таки, возникло от слов, в данном случае, латинского и греческого, да, возделывания, и опять-таки, логос, мысль, разум, истина, довольно широкое. И вот я вам прочитаю определение классическое, да, исследование феномена культуры, что является предметом культурологии. Исследование феномена культуры, как исторически, социального опыта людей, которые воплощаются в специфических нормах, законах, чертах их деятельности, передается из поколения в поколение в виде ценностных ориентиров и идеалов, интерпретируется в культурные тексты, философии, религии, искусства и права. Но вот, казалось бы, какое это к нам имеет отношение? А вот архимандрит Платон Игумнов пишет, что православное богословие признает объективное значение природных и культурных факторов в нравственном выборе человека. Ну, понятное дело, что под культуру здесь должна пониматься культура в прямом смысле, да, если мы говорим о литературе, то это такие вот вещи, например, скажем, как Достоевский, да, а не вот какие-то там детективы, например, для чтения, пока ты едешь в метро. Это значит, что исцеление, то есть восстановление целостности личности и наркозависимого не может упускать и культурологический аспект. Действительно, наркозависимому поражаются не только духовный мир личности, но и даже такие незначительные, на первый взгляд, как, скажем, социальные навыки, такие как этикет. Развязанность, пренебрежение к окружающим и хамство являются для них нормами зачастую. Кстати говоря, это очень важно понимать. Вы знаете, я один раз специально консультировался с нашим психологом и просил его объяснить следующее. Говорю, слушай, ну вот у нас есть такая сестра, да, и она себя вот так вот видимо как-то здоровывает. Вот именно развязана, я говорю, ну в чем дело, объясни, это вызов с ее стороны или что. Она мне пояснила, что в данном случае это является нормой и где-то может быть даже ну вот таким доверительным аспектом, да, вот она с тобой общается как со своим. О чем это говорит? Это говорит о том, что для вот этого норма этикета вот убавилась существенно, и это тоже надо восстанавливать. Вот я вам перечислю сейчас предметы культурологического блока. Историческое регионоведение, кинолектории, рукоделие, вот то, что мы с вами сейчас видим, сказкотерапия, христианство и литература, юридические дисциплины и несколько отдельно трудотерапия. Вот, кстати, трудовые послушания, вот экскурсии. Ну, раз уж я открыл экскурсию, я вам хочу сразу сказать, что экскурсовод, который у нас трудится, он является экскурсоводом с большим стажем, 25-летним, это экскурсовод Казанского собора Санкт-Петербургского. Да, вот, кстати говоря, и обсуждение кандидата на загородную реабилитацию. Вот мы с вами сейчас не видим, у кого из преподавателей находится листок, а может быть, еще не у кого, потому что вот здесь вот свободное место мое, и вот здесь вот лежит анкета. Может быть, мы еще не начали, да, а вот обсуждаем какие-то общие вопросы. Ну, вот, примерно так, да, это выглядит. Так, вернемся к предметам. Про историческое регион и видение я в двух словах сказал, о кинолектории тоже говорил. Рукоделие, вот такая вещь, вы знаете, казалось бы, на первый взгляд, такая, но самая незначительная, а вовсе не так, очень значительная. И, что интересно, лежит она на стыке и духовного блока, и культурологического, да и, в общем-то, и психологического в том числе. По части психологии это мелкая моторика. По части духовного блока, ну, вот, мы же все с вами знаем, да, что человек является образом Божиим, как образ Божий, человек, соответственно, наследует качество творца, да, качество творца, вот именно те самые творческие, да. Почему, допустим, трехлетний ребенок, который сделал замок из песка, плачет, когда пробежал другой ребенок и раздавил? Это же всего-навсего, горстки песка. А вот ровно потому, что это его детище, он его создал, и он его любит. Да. И вот в этом смысле, когда, вот, человек, который еще вчера употреблял, или, может быть, вышел вчера из тюрьмы, или воровал, или кто-то из сестер был проституткой, вдруг берет и делает своими руками какого-то очень симпатичного медвежонка, то это очень сильно влияет на их личность. Вот в этих всех трех аспектах сразу. Очень важным предметом, кстати, здесь является еще христианство и литература. Правильнее, может быть, было сказать христианство в литературе, потому что, ну вот, в качестве предмета можно о чем сказать? Ну, скажем, Достоевский, да. Вот у нас есть такая глупая сентенция в обществе о том, что Достоевский скучный писатель. Это, конечно, он будет скучным, если ты, брат, не знаешь Евангелие. Ты просто не понимаешь, о чем он пишет. Достоевский не писал, как, скажем, Штирлиц на родину, да, он не старался скрыть эти смыслы за своими аллюзиями евангельскими. Ему просто в голову не могло прийти, что русский человек не будет знать Евангелие. И поэтому, ну, вот что, к примеру, может человек не церковный понять, когда в первой главе братьев Карамазовых, старший Карамазов бегает и на смерть первой жены кричит, «Ныне отпущаешь». Да ничего он не может понять. Он просто думает, «Ныне отпущаешь». Ну, я бы, наверное, сейчас сказал, «Сейчас отпускаешь». Ну, такой какой-то древний оборот. Ну, а для церковного человека становится очевидно, что бегая, крича «Ныне отпущаешь» старший Карамазов, ну, по сути, богохульствует. Ну, или как минимум юродствует, ну, так вот, не в хорошем смысле, да, в таком каком-то кощунственном. И, скажем, или когда ребятам вот распечатываешь два листочка, на одном листочке шестая глава пророка Исаия, да, на другом листочке стихотворения Пушкина «Пророк». Читаешь одно и другое, а потом говоришь им «Сопоставьте». Они приходят в ужас от того, что, оказывается, пророк — это фактически переписанная Пушкиным шестая глава Исаия. Но это удивительно, интересно, и это открывает взгляд на христианство, на нашу культуру, которая, естественно, имеет абсолютно библейский фундамент. Для них это очень важно. Не буду приводить другие примеры, хотя их много интересных, вы сами наверняка их знаете. Так вот, немножко скажу о форме проведения. Форма проведения в этом блоке, в культурологическом, она может быть, конечно, очень разная. Вы уже видели, что это и экскурсии, это если это рудотерапия, то это работа по храму, допустим, или по каким-то потребностям, связанным с работой, ну, в первую очередь, все-таки чаще всего храма, хотя в то же время ребята и делают, в общем, не очень сложную для них вещь, они убирают свою собственную аудиторию. Это тоже очень важно, потому что большинство из них либо утратило навыки самообслуживания, либо они тоже сильно деградировали. Вот оставить, скажем, грязную кружку на столе, это вообще некая, условно говоря, норма. Так вот, надо, чтобы был учиненный, значит, дежурный, чтобы он следил за уборкой, да, чтобы он и требовал от ребят, чтобы они себя вели соответствующим, скажем, ответственным образом по отношению к имуществу в том числе. Да, кстати говоря, вот на этой фотографии мы с вами видим и вот книжные шкафы, да, вот они здесь находятся, ну, в основном понятно, что это духовная литература, экзегетическая, жития святых и вот так далее. По поводу трудотерапии еще нужно сказать следующее, тоже это очень интересный предмет, потому что он сочетает в себе, опять-таки, и психологию, и культурологию в области самообслуживания, вот психологию, там, это ответственность и работа в коллективе, да, а духовная, собственно говоря, это послушание, да, вот у них с послушанием категорические проблемы, ведь мы с вами знаем, что послушание, собственно говоря, нарушение, да, послушание и явилась причина грехопадения, наверное, так вот скажем, ответ человека, вернее говоря, на искушение. Ну, и опять-таки, трудовое послушание является своеобразным мостиком в загородный центр, потому что там послушание будет занимать больше времени. Вот смотрите, здесь, с 10 утра и до 17 ребята сидят за столом, учатся, в загородном центре они в основном по преимуществу будут, конечно, трудиться. Хотя занятия там тоже проводятся, но оно бывает одно в день, после ужина это самое частое, а иногда даже и не бывает, но 4-5 занятий там все-таки есть. Вот что я вам еще хотел рассказать. Есть несколько моментов, которые я, ну, совсем не раскрыл, мы уже с вами час 45, здесь находимся. Возможно, не все рассчитывали так много времени на это потратить. Поэтому, может быть, в качестве, скажем, теоретических тем для следующих вебинаров я могу сказать, что можно было бы поговорить подробно об опыте работы с созависимыми, с родителями. Это интереснейшая тема, я сам лично тоже с ними работаю. Можно поговорить было бы о работе с группами постреабилитации и ресоциализации и о практических аспектах в хозяйственной деятельности. Да, вот эти вот моменты, они все довольно интересные. В заключении хочу сказать еще два слова о, на мой взгляд, интереснейшем предмете, который у нас является основным в загородной реабилитации, предмете духовного блока, называется заповедь недели. с сентября руководитель благословил наличие этого предмета и в программе дневного стационара. По этому предмету проводятся занятия и с ребятами, с нашими воспитанниками, и с их родителями, и, соответственно, в загородных центрах. Что он из себя представляет? Вот в загородном центре, да, как, собственно, и в дневном стационаре, везде на местах обучения, проживания, послушания, питания, молитвы, везде распечатаны листочки А4 формата с какой-либо заповедью. Ну, например, все, пожалуйста, блаженны и милостивы, и какие помилованы будут. Заповедь о том, как важно уметь прощать, к примеру, да, и там какой-то комментарий. Перед каждой трапезой, читая молитвенное правило, ребята читают эту заповедь перед вечерним и утренним правилом они тоже ее читают. И в течение недели они должны прожить жизнь, руководствуясь вот этим правилом, да, вот в первую очередь помнить о том, что у нас заповедь блаженны и милостивы, значит, мы, скажем так, ориентируемся на то, как я умею или не умею прощать в ходе, собственно говоря, своей жизни. А в понедельник руководитель загородного центра проводит с ними занятия, которые выглядят как, соответственно, серия мини-диалогов. Ну, в среднем у нас в загородных центрах находится около 30 ребят, вот они все находятся в такой большой аудитории, и по старшинству, начиная, скажем, сотрудников, волонтеров, старших келей и новых братьев, они все рассказывают примерно следующее. То есть сначала они берут, читают эту самую заповедь, да, как она звучит, и им говорят, я на этой неделе проработал эту заповедь следующим образом. И вот они должны рассказать в идеале два случая, когда получилось соответствовать этой заповеди, когда не получилось, и, соответственно, почему. После того, как воспитанник рассказывает об этом, этот рассказ может занять две, три, четыре минуты, руководитель, соответственно, обращает на что-то внимание, конечно, нужно и подбудрить, да, вот молодец, вот этот это сделал, а вот здесь можно было бы обратить внимание еще вот на такой момент, дает какое-то суждение, и дальше, значит, высказывается следующий воспитанник. Во время всего занятия каждый из них имеет при себе блокнот и в течение занятий записывает какие-то цитаты, ну, рекомендуется две, три, четыре цитаты, мысль, да, об этом предмете, и когда все выскажутся о том, как они проработали и выслушают ответы от руководителя, читаются эти цитаты, как некое, скажем так, ядро, которое я вам запомнил для себя, и озвучивается новая заповедь. Вы знаете, это можно, конечно, рекомендовать и рекомендовать настоятельно пытаться реализовывать такую практику, если кому-то будет интересно об этом, надо говорить подробнее, пожалуйста, звоните или пишите, мы будем об этом рассказывать, но как раз именно эта практика позволяет, собственно говоря, сконцентрироваться на том, чтобы делать, а не только слушать, думать и говорить, да, ну, вот, собственно говоря, такие вещи. Ну, давайте мы сейчас с вами просмотрим кратко презентацию, и, может быть, перейдем к вопросам. Ну, вот, здесь, например, сфотографировано рабочее совещание сотрудников дневного стационара, занятия с зависимыми, то есть, с родителями. Вот так выглядит храм саперным загородной реабилитации, где проходит столярная мастерская, соответственно, ферма, какие-то трудовые послушания. Вы видите, это птички и свинки, такой большой спектр различных работ. Ну, вот, это непосредственно занятие, а вот вы видите, на столе у каждого лежит священное писание, вот лежат блокнотики, тетрадки, может быть, это как раз занятие, связанное, скажем, ну, евангельские чтения, да, или что-то такое. На каждое значимое событие у нас бывают какие-то театральные постановки или сценки, ну, это какие-то праздники, да, вы понимаете, это, в первую очередь, Пасха, Рождество, конечно, престольные праздники и так далее. Вот, участие в театральных постановках очень важно, потому что это тоже, опять-таки, раскрытие творческого потенциала, ребята сами пишут сценарии, сами пишут стихи, сами делают костюмы, участие в соревнованиях, отдых. Но, прямо скажем, вот такого у нас не так много, вот такого, то, что вы сейчас видите, это происходит в среднем раз за лето, ребята выезжают и делают шашлыки, а вот такого, чтобы они там каждый день где-то бегали, прыгали, купались, у нас этого нет. Участие, ну, это храм у нас внутри, крестный ход на 9 мая, участие в таинствах, богослужения, ну, здесь все совсем очевидно. Принятие обеда трезвости. Обеда трезвости на основном этапе не принимаются, они не рекомендуются, чтобы их не чувствовали как какое-то подспорье, а на этапе постреабилитации по желанию, по доброй воле, конечно, пожалуйста, это грамоты. Так, вот это вот женская община, здесь понятно, что специфика просфоры, здесь свечки, вот, сестры все трудятся, что-то на зиму готовят, вот теленок такой замечательный, вот сестры тоже принимают занятие в каком-то, участие в каком-то занятии. Освещение дома художественного творчества, вот это очень интересная вещь, в женском загородном центре есть специально построенный домик, скажем, небольшой, не маленький, в котором есть несколько мастерских, в каждой мастерской происходит там, допустим, что-то свое, отдельное какое-то направление, в одной это свечи, в другой рукоделие, в третьей выпекание чего-то, ну, это такая, ну, это, конечно, надо приезжать смотреть, я вас уже всех приглашал, еще раз приглашаю, пожалуйста, звоните, пишите, будем согласовать дату, как правило, это очень интересно, конечно, вот мы с вами общаемся два часа, ну, по существу рассказать, конечно, много не удалось. А вот это костюмы, например, да, опять-таки, все было сшито, собственно, ручно, для некой театральной постановки, на сайте у нас есть раздел видео, зайдите, посмотрите, может быть, даже удивитесь в каком-то смысле, как это выглядит, практическая реализация. Ну, да, это вот у нас было 20-летие, вот это очень интересная сценка, вот именно ее, когда вы увидите по скриншотам, я вам рекомендую посмотреть, наверное, одна из самых таких ярких, и они все, в общем, интересные. Паломнические поездки, ну, вот это вот, все довольно очевидно, здесь части в Траинствах опять, обед трезвости. Это третий центр наш, красноармейская, мужской, тот, который будет самый большой, вы видите, тут, в общем-то, и храм достаточно большой, это прошлое лето, 20-летие, вот эта территория у нас еще в меньшей степени освоена, вот Владыка освещает нижний храм, вот здесь освещение закладки фермы, здесь уже под крышей ферма стоит, ферма большая, вот это она, это жилой корпус в Красноармейском, ребята трудятся сами, мы с вами подходим к концу, я прошу вас по возможности писать вопросы, если смогу, я на них отвечу, да, это группа реасоциализации, очень часто здесь бывает, что нету даже и преподавателей, то есть ребята говорят, мы хотим собраться, и там попить чаю, и о чем-то поговорить, пожалуйста, это очень важно, чтобы они что-то могли делать и сами, без нашего ведома, также они, собственно говоря, вместе занимаются спортом, ну вот, примерно так, здесь адрес сайта и номер телефона, давайте, может быть, попробуем перейти теперь к вопросам, если таковые есть, давайте, может быть, попробуем перейти теперь к вопросам, как решается вопрос с занятостью на работе, увольняются больничные, кто на такое даст, значит, как вопрос решается занятостью, речь о ком, о зависимых, либо об их родителях, если это санкт-петербургская семья, то зависимый, естественно, увольняется, а как он может год жить в загородном центре, не уволится, на этапе дневного стационара, решительно невозможно сочетать работу и занятия, потому что это уже реабилитация, но и надо им вообще объяснять, что вот так не получится, что вот какими-то полумерами, как-то факультативно, какими-то консультациями с этим разберетесь, не получится, надо рекомендовать увольняться, то же самое у нас происходит с родителями, вот они к нам обратились из другого города, говорят, ну хорошо, мы к вам приедем, будем жить, родители обязательно должны жить, тогда же, когда здесь живет и наш подопечный, говорят, а что мне делать, некоторые даже увольняются, ну а что важнее, сохранить работу или, скажем, не похоронить ребенка, важнее, чтобы ребенок был жив, вот такие дела, так, имеют ли право проверяющие органы требовать документы по реабилитантам, как же защита персональных данных, а вы знаете, мы не предоставляем им полный отчет, да, там, паспортные данные, прописку и так далее, как запросят, в какой форме, в такой форме мы и отчитываемся, ну вот, собственно говоря, вы работаете только с наркоманами или с алкоголиками, мы в течение последних лет, приняли решение принимать и людей с алкогольной зависимостью, по ряду причин, во-первых, их довольно много и как-то не хочется от них отстраняться, и хочется им тоже помочь, во-вторых, на сегодняшний день, алкогольная зависимость очень часто все-таки сочетает, и какое-то хотя бы эпизодическое употребление наркотиков, поэтому, да, пожалуйста, как нам попасть из Московской области, нужно позвонить по телефону 8-931-540-0-140, это телефон координатора, он есть и на сайте, или зайдите на сайт, саперная.ру, найдите там контакты, ну, они есть и прямо на первой страничке, и, пожалуйста, соответственно, обращайтесь, есть ли в Московской области или в Москве, работающий по подобным программам реабилитационные центры? Ну, возможно, какие-то есть, что я могу сказать? Мы свою программу ни от кого не скрываем, я вот уже сказал, что, когда мы проводим ревизию, то есть пересматриваем, обновляем программу, это бывает раз в полтора, раз в год примерно, мы ее обратно выкладываем на сайт, соответственно, вот она у нас через несколько дней там будет, пожалуйста, можно ее найти. Но не могу я сказать, что вот в Московской области есть программы, которые точно работают по нашей программе, но ведь наша программа, надо понимать, тоже правильно, она не единственно правильная, ведь что, собственно говоря, хорошего в нашей программе? Ведь не только то, что мы 20 лет работаем, все эти 20 лет ее, собственно говоря, старались улучшить, да? Вообще-то это все было у церкви, это было у церкви на протяжении 2000 лет, откуда мы взяли все это, да? Это же аскетика, антропология, просто было взято то, что нужно, а в течение 20 лет, скажем, аскетические методы были просто исследованы, да? На вот этой страсти, в первую очередь, на наркотической зависимости, и было вот это определено. Возможно ли пребывание зависимой с ребенком в центре? К сожалению, нет такой возможности. Вот есть ряд ограничений, скажем, ну вот мы рады бы помочь, предположим, инвалиду, бывает среди, скажем, инвалидов наркозависимые, но мы не можем его обеспечить условиями проживания, да? Или не можем его обеспечить трудотерапией, а трудотерапия – это, ну, один из важнейших элементов реабилитации. Или мы не можем взять, скажем, беременную, ровно по той же причине, что мы не можем не обеспечить уход. Мы внимательно смотрим на людей, которые имеют диабет, потому что в некоторых случаях необходимо, да, какое-то терапевтическое к ним внимание. Если уж я сказал, что пломбы могут проблемы, ну, пломбы – это не диабет все-таки, но поболит, можно принять, я не знаю, какой-то анальгетик, на следующий день поехать в город. А с диабетом-то может быть совсем по-другому. Так же и с ребенком, к сожалению, не можем, но если у вас есть ребенок, вы, наверное, можете походить на мотивацию. В самом крайнем случае, вот в самом крайнем случае, вы ограничитесь мотивационной программой, да, она будет 3 месяца, это тоже само по себе не так мало, а по мере нашего, скажем, знакомства, мы с вами, мы по итогу вам что-то порекомендуем, да, то есть что делать в связи с условиями вашей жизни, которые вам не позволяют уехать в загородный центр. Ну, вот так примерно. Если я сама зависимая, можете ли вы работать дистанционно? Ну, а как это возможно? Конечно, нет, вот мы же даже сейчас с вами общаемся, и то, скажем, это неполноценное общение, а кроме всего прочего, ну, а как вот мы можем дистанционно молиться, да, как мы можем дистанционно с вами ходить в храм? Ну, совершенно невозможно. Другой вопрос, что если вы не имеете категорической возможности приехать, и находитесь где-то в отдалении, ну, значит, вы можете просто самостоятельно изучить учебно-методические пособия, посмотреть, на что вам есть смысл обратить внимание. Но я думаю, что самостоятельно вы все равно не справитесь. Но в таком случае идите в ближайший храм. Любой храм Русской Православной Церкви по сути своей является реабилитационным центром. Почему? Понятно почему. Потому что любой храм, любой священник помогает человеку избавиться от страстей. Другой вопрос, что эта страсть одна из самых сильных и сложных. Ведь мы все с вами знаем, что страстью является, скажем, и сквернословие, и блудная жизнь, и воровство, и наркотическая зависимость. И также все знаем человека, и, скажем, табакокурение. И все знаем такого человека, который сам бросил курить, сам бросил ругаться матом, сам перестал изменять жене, сам перестал там что-то еще безобразное делать, даже воровать. Но почти никто не знает человека, который самостоятельно бросил наркотическую зависимость. Ну, это пик страстей, да. Скажем, а скетическому компоненту мы сейчас не можем говорить, это очень долго, но он сочетает в себе огромное количество переплетающихся страстей между собой, да, и вы сами не сможете сделать ничего. Без священника не сможете сделать ничего точно, без церкви ничего не сможете сделать точно. Что же делать с зависимыми людьми в пожилом возрасте? Ну, для начала надо пойти в ближайший храм, да, для начала нужно пойти на исповедь, для начала нужно начать читать утреннее, вечернее, молитвенное правило. Кроме всего прочего, позвоните нашему координатору, он вас проконсультирует. По необходимости мы вам дадим возможность связаться с консультантом, с нашим, с психиатром, может быть, он вам что-то подскажет, да, ну и в конце концов, скажем, у нас вот недавно была сестра, которой было 42 года, у нее был 27 лет стаж употребления героина, да, и тем не менее мы с ней успешно работали. Или у нас был два года назад человек, которому было 50 лет, да, он смог пройти только дневной стационар, но тоже получил определенную пользу. То есть, ну, в любом случае не сидеть и, скажем, не откладывать решение от какой-то проблемы, если уже это действительно возраст более чем средний. При проверке юрист мне сделал внушительное замечание за то, что я предоставил список фамилий реабилитантов. Можно называть реабилитанты в количестве 20 человек более никак, даже фамилии называть нельзя. Но тут я, во-первых, а, не очень понял, кто вы, то есть, да, кто вы, какая структура и какая у вас должность. Я не очень понял, кто такой юрист. Это ваш коллега, либо это кто-то из, скажем, внешней какой-то структуры. Не очень понял, кому был предоставлен список фамилий, да. Вот вы извините, что я так въедливый, да, но у меня вот еще есть высшее юридическое образование, вот поэтому вот я такой благотворительный фонд, да, у вас. Ага. А список этот был кому и для кого предоставлен. Да. Юрист из администрации какой? Города. Так. А что был за список и кому он был предоставлен? Вообще, вот, не дожидаясь того, что вы напишите, чтобы вас не мучить вот этими уточняющими вопросами, я вам хочу сказать следующее. Вот я сам тоже, как юрист, да, в том числе, первым делом он должен вам объяснить, почему, да, в соответствии с какой законодательной нормой он вам дает какой-то такой совет, да, либо обращает внимание на то, что это недопустимо. И вы должны эту норму прочитать и самостоятельно понять. Скажем, он ссылается на Конституцию. Вот, будьте любезны, откройте Конституцию, прочитайте, собственно говоря, именно ту статью, которую он имеет в виду, и потом попробуйте просто логически помыслить. Вот, что происходит? Проверка работы фонда. Ну, вот, примерно так. Если это мотивированное, вот, кому был предоставлен список, то все-таки, еще раз, именно городской администрации ссылался на защиту персональных данных. Ну, вы знаете, вот у нас в анкете, о которой я говорил, внизу, внизу анкеты есть согласие на обработку персональных данных, я об этом не сказал. Ну, в общем, вы ознакомьтесь с этим в документах. Если у этого участковый. Хорошо, приходит участковый, говорит, что у вас происходит. Вы говорите, мы ведем социальную реабилитацию, социальная реабилитация, она допускается, да, некоммерческими объединениями. У вас должен быть соответствующим образом устав записан, где должно быть это отражено. Наркоконтроль. Наркоконтроль, какой структуры, интересно, ФСКН у нас уже с вами нет, у нас сейчас с вами есть определенные подразделения МВД. Слушайте, ну, вообще, это все замечательно. Вот всякий представитель фискальных органов, когда к нам приходит, вы с ним сядьте и поговорите, вы ему все расскажите. Ведь мы с вами, по существу, делаем дело государственной важности. Вот если мы сейчас не будем говорить о духовных аспектах, о том, что это норма жизни христианина, помогать другим, но вообще-то, это то, на что государство должно обращать внимание. Вот вы, может быть, слышали, может быть, нет. Летом 2015 года президент России в одной своей речи употребил такой термин наркоугроза. Наркоугроза, да, по отношению к наркотизации общества. Ну, и, соответственно, мы-то с вами работаем с этой наркоугрозой. Вот наша структура, допустим, наш благотворительный фонд, который, собственно говоря, и учредил дневной стационар, он активно взаимодействует с силовыми структурами. Каким образом взаимодействует? Ну, например, вот очень часто ребята находятся, скажем, под следствием, да, и приходят к нам отчасти даже и из-за того, что им нужна хорошая характеристика. Они получат хорошую характеристику, если будут себя соответствующим образом вести. И зачастую хорошая характеристика от нас и подтверждение того, что мы готовы в случае добровольного желания взять на длительную реабилитацию загородную может повлиять на то, что суд примет решение об условном сроке. об условном сроке. Ну, вот, пожалуйста, почему, чем плохо, если человек реально исправляется, если он не едет в места исполнения наказаний, ну, по-моему, это очень все хорошо. Надежда, ну, если будут у вас какие-то вопросы, скажем, а звоните, пожалуйста, нам, давайте поговорим, просто чтобы дать возможность и другим участникам беседы что-то для себя уточнить. Вот, пока заповедь недели называется, заповедь недели, ну, в принципе, правила недели не так сильно вы уклонились, заповедь недели действительно это вещь хорошая, она показала свое значение практическое, высокое, эта заповедь была, значит, усвоена руководителем нашей программы протеереем Сергием Бельковым в одном из монастырей, причем монастырей с большой историей монастырей, монастыря даже не русской православной церкви, вот такие дела. Можно ли это использовать для подопечных на приходе? А почему нет? Вот смотрите, скажем, ну, предположим, у вас есть воскресная школа, и вы на воскресной школе что-то обсуждаете, да, как уж у вас, скажем, учреждено, да, ну, чаще всего обсуждается воскресное чтение, да, там, апостолы, евангелия, ну, почему бы и нет, почему бы и, скажем, не взять это для себя таким вот компонентом, совершенно не обязательно, что этим должно заниматься только наркозависимый, вот, например, я провожу эти занятия и для родителей, то есть, они же не являются зависимыми, да, но для них это, тем не менее, очень важно, потому что, очень важно человеку уметь смотреть на себя честно, вот, знаете, последнее занятие с зависимыми, с озависимыми, с родителями, которое у нас было, у нас было на тему лживости, и вот мамы пришли, их было около 15 человек, там мамы были и папы, и практически большинство человек говорило следующее, слушайте, вы знаете, а я даже и не знал, что я такой лживый, на самом деле, я все время вру, я переключаю страницы в компьютере, когда подходит начальный, я как-то преобразовываю информацию, еще что-то, никогда об этом не думал, это, ну-то я просто жил и жил, я же не вру в том смысле, что меня спросили, сколько будет дважды два, я говорю пять, я так не вру, значит, я не лжец, так вот нет, ну и вот смотрите, в течение года, в году у нас с вами 52 недели, да, и соответственно, 50 разных заповедей, понятно, что они в каком-то смысле между собой сходные, да, одна может быть о прощении, а другая прицельно о раздражении, и так далее, но тем не менее, человек в течение недели пристально, ну, если мы примем во внимание то, что, допустим, он усердно работает, и он все-таки старается в течение недели помнить, какая была заповедь, если он пристально всматривается в себя, да, то он себя узнает, вот какой я на самом деле, да, вот раздражительный я на самом деле, или нет, вру я, или нет, и так далее, вот, это очень, это очень хороший инструмент, ну, вот таким образом, дорогие коллеги, у нас с вами уже третий час общения, я вопросов пока больше не вижу, может быть, они сейчас появятся, но я тогда еще раз в конце, может быть, кто-то не слышал, да, приглашаю вас к нам и в дневной стационар, и в загородные центры, пожалуйста, созванивайтесь, пишите, запрашивайте документацию, мы всем с удовольствием поделимся, мы ничего ни от кого не скрываем, потому что, вот, очень обидно, что, вот, в нашем, скажем, в нашем реабилитационном учреждении, достаточно известном, авторитетном, но по большому счету, вот те люди, которые проходят все-таки по отношению к количеству вот этих самых зависимых, которых миллионы, но это просто крохи, поэтому мы будем просто счастливы, если кому-то сможем помочь, а может быть, вы нам тоже что-то подскажете, так что, вот такие дела, я вас всех очень благодарю за то, что вы послушали, надеюсь, была хорошая связь, было хорошо слышно, ну, и вот, даст Бог до новых встреч, еще раз напомню, что меня зовут Александр Семенов, я руководитель дневного мотивационного стационара «Воскресенье», который находится в Санкт-Петербурге, при храме «Воскресенье Христово», и мы являемся первым и заключительным реабилитационным подразделением в сети загородных центров под общим названием «Обители исцеления», куда входят Саперная, Торфеноль и Красноармейская. Номер телефона координатора 8 931 540 0140 Давайте я попробую написать его, наверное, 8 931 540 0140 Координатора зовут Екатерина. Я вам напишу и мой телефон. Пожалуйста, обращайтесь. Почтовый адрес 936-88-88 Ой, многовато. Адрес сайта Саперная.ру Всего хорошего. До свидания. Я выключаюсь. Спасибо за внимание.